Не мысли И души прекрасной Святой исполненной мечты Поэзии живой и ясной Высоких дум и простоты Но так и быть Рукой пристрастной Прими собрание пестрых глав Полусмешных, полупечальных Простонародных, идеальных Небрежный плод моих забав Бессонец, легких вдохновений Незрелых и увядших лет Ума холодных наблюдений И сердце горестных замет Мой дядя Самых честных правил Когда ни в шутку за не мог Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог Его пример Другим наука Но, боже мой Какая скука С больным сидеть и день, и ночь Не отходя ни шагу прочь Какое низкое коварство Полуживого забавлять Ему подушки поправлять Печально подносить лекарства Вздыхать и думать про себя Когда же черт возьмет тебя Так думал молодой повеса Летя в пыли на почтовых Всевышней волею Зевеса Наследник всех своих родных Друзья Людмилы и Руслана С героем моего романа Без предисловий Сей же час Позвольте познакомить вас Онегин Добрый мой приятель Родился на берегах Невы Где, может быть, родились вы Или блистали Мой читатель Там некогда гулял и я Но вреден север для меня Служив отлично, благородно Долгами жил его отец Давал три балла ежегодно И промотался Наконец Судьба Евгения хранила Сперва мадам за ним ходила Потом Масье ее сменил Ребенок был резов, но мил Масье Лябе, француз убогой Чтоб не измучилось дитя Учил его всему шутя Не докучал моралью строгой Слегка за шалость бронил И в летний сад гулять водил Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора Пора надежд и грусти нежные Масье прогнали со двора Вот мой Онегин на свободе Острижен по последней моде Как дэнди лондонский одет И, наконец, увидел свет Он по-французски Совершенно мог изъясняться И писал Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь Так воспитанием, слава Богу, У нас не мудрено блеснуть Онегин был, по мнению многих Судей решительных и строгих Ученый малый, но педант Имел он счастливый талант Без принуждения в разговоре Коснуться до всего слегка С ученым видом знатока Хранить молчание В важном споре И возбуждать улыбку дам Огнем нежданных эпиграм Латынь из моды вышла ныне Так если правду вам сказать Он знал довольно по-латыни Чтоб эпиграфы разбирать Потолковать об Ювенале В конце письма поставить в Вале Да помнил хоть не без греха Из Инеиды два стиха Он рыться не имел охоты В хронологической пыли Ботописание земли Но дни минувших анекдоты От Ромала до наших дней Хранил он в памяти своей Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить Не мог он ямба от хорея Как мы не бились отличить Бронил Комера, Феокрита Зато читал Адама Смита И был глубокий эконом То есть умел судить о том Как государство богатеет И чем живет И почему не нужно золото ему Когда простой продукт имеет Отец понять его не мог И земли отдавал в залог Всего, что знал еще Евгений Пересказать мне не досуг Но в чем он истинный был гений Что знал он тверже всех наук Что было для него из млада И труд, и мука, и отрада Что занимала целый день Его тоскующая лень Была наука страсти нежной Которую воспел на зону За что страдальцем кончил он Свой век блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей Вдали Италии своей Как рано мог он лицемерить Таить надежду Ревновать Разуверять Заставить верить Казаться мрачным Изнывать Являться гордым и послушным Внимательным Или равнодушным Как томно был он молчалив Как пламя на красноречи В сердечных письмах Как небрежен Одним дыша, одно любя Как он умел забыть себя Как взор его был быстрый, нежен Стыдлив и дерзый А порой блистал послушная слеза Как он умел казаться новым Шутя невинность, изумлять Пугать отчаянием готовым Приятной лестью забавлять Ловить минуты умиленья Невинных лет предубеждения Умом и страстью побеждать Невольные ласки ожидать Молить и требовать признания Подслушать сердце первый звук Преследовать любовь И вдруг добиться тайного свидания И после ей наедине Давать уроки в тишине Как рано мог уж он тревожить Сердца кокеток записных Когда ж хотелось уничтожить Ему соперников своих Как он язвительно злословил Какие сети им готовил Но вы, блаженные мужья С ним оставались вы друзья Его ласкал супруг лукавый Фабласа давний ученик И недоверчивый старик И рогоносец величавый Всегда довольный сам собой Своим обедом и женой Бывало, он еще в постели К нему записочки несут Что приглашение В самом деле Три дома на вечер зовут Там будет бал Там детский праздник Куда ж поскачет мой проказник С кого начнет он Все равно везде поспеть не мудрено По камесь в утреннем уборе Надев широкий боливар Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе Пока не дремлющий бригад Не прозвонит ему обед Уж темно В санке он садится Пади, поди, раздался крик Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник К талон помчался Он уверен Что там уж ждет его каверин Вошел И пробка в потолок Вина кометы Брызнул ток Пред ним разбив окровавленный И трюфли Роскошь юных лет Французской кухни лучший цвет И Страсбурга пирог нетленный Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет Но звон бригетто им доносит Что новый начался балет Театр злой законодатель Непостоянный обожатель Очаровательных актрис Почетный гражданин кулис А Нейен полетел к театру Где каждой вольностью дыша Готов охлопать антража Обшикать Федру, Клеопатру Маину вызвать Для того, чтоб только слышали его Волшебный край Там в старые годы Сатиры смелый властелин Блистал Фанвизин Друг свободы И переимчивый княжнин Там озеров невольны дани Народных слез рукоплесканий С молодой Семеновой делим Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый Там вывел колки шаховской Своих комедий шумный роль Там и дедло венчался славой Там, там, под сенью кулис Молодые дни мои неслись Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз Все те же ль вы, другие ль девы Сменив, не заменили вас? Услышу ль вновь я ваши хоры Узрю ли русский терпсихоры Душой исполненный полет Иль взор унылый не найдет Знакомых лиц на сцене скучный И, устремив на чуждый свет Разочарованный лорнет Веселье зритель равнодушный Безмолвно буду я зевать И о былом воспоминать Театр уж полон Ложи блещут Портер и кресло все кипит В райке нетерпеливо блещут И, взвившись, занавес шумит Блистательно, полувоздушно Смычку волшебному послушно Толпою нимф окружена Стоит истомина Она, одной ногой касаясь пола Другою медленно кружит И вдруг прыжок И вдруг летит Летит, как пух от уст и ола То стан совьет, то разовьет И быстрой ножкой ножку бьет Все хлопает Онегин входит Идет меж кресел по ногам Двойной лорнет, скосясь, наводит На ложе незнакомых дам Все ярусы окинул взором Все видел Лицами, убором Ужасно недоволен он С мужчинами со всех сторон Раскланился Потом на сцену В большом рассеянии взглянул Отвратился и зевнул И молвил Всех пора на смену Балеты долго я терпел Но и дедло мне надоел Еще амуры, черти, змеи На сцене скачут и шумят Еще усталые лакеи На шубах у подъезда спят Еще не перестали топать Сморкаться, кашлять Шикать, хлопать Еще снаружи и внутри Везде блистают фонари Еще прозябнув бьются кони На скучу упряжью своей И кучера вокруг огней Бронят господ И бьют в ладони А Ушанегин вышел вон Домой одеться едет он Изображуль в картине Верный уединенный кабинет Где мод воспитанник Примерный одет Раздет и вновь одет Все, чем для прихоти обильный Торгует Лондон щепетильный И по балтическим волнам За лес и сало возит нам Все, что в Париже вкус голодный Полезный промысел избрав Изобретает для забав Для роскоши Для неги модный Все украшало кабинет Философа восьмнадцать лет Янтарь на трубках Цереграда Фарфор и бронза на столе И чувства изнеженных от рада Духи в граненном хрустале Гребенки, пилочки стальные Прямые ножницы, кривые И щетки тридцати родов И для ногтей, и для зубов Руссо, замечу мимоходом Не мог понять Как важный грим смел чистить Ногти перед ним Красноречивым сумасбродом Защитник вольности и прав В всем случае совсем не прав Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей К чему бесплодно спорить с веком Обычай и деспот меж людей Второй Чадаев, мой Евгений Боясь ревнивых осуждений В своей одежде был педант И то, что мы назвали франт Он три часа, по крайней мере Пред зеркалами проводил И из уборной выходил Подобной ветреной Венере Когда, надев мужской наряд Богиня едет в маскарад В последнем вкусе туалетом Заняв ваш любопытный взгляд Я мог бы предученым светом Здесь описать его наряд Конечно, это было смело Описывать мое же дело Но панталоны, фрак, жилет Всех этих слов на русском нет А вижу я, винюсь пред вами Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше мог Иноплеменными словами Хоть и заглядывал я в старь В академический словарь У нас теперь не то в предмете Мы лучше поспешим на бал Куда стремглав в ямской карете Уж мой Онегин поскакал Перед помершими домами Вдоль сонной улицы рядами Двойные фонари карет Веселые изливают свет И радуги на снег наводят Усеян плошками кругом Блестит великолепный дом По цельным окнам тени ходят Мелькают профили голов И дам, и модных чудаков Вот наш герой подъехал к сеням Швейцаром мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням Расправил волоса рукой Вошел Полна народу зала Музыка уж греметь устала Толпа мазуркой занята Кругом и шум, и теснота Бринчат кавалергарда шпоры Летают ножки милых дам По их пленительным следам Летают пламенные взоры И ревом скрипок заглушен Ревнивый шепот модных жен В одни веселья и желаний Я был от балов без ума Вернее, нет места для признаний И для вручения письма О вы, почтенные супруги Вам предложу свои услуги Прошу мою заметить речь Я вас хочу предостеречь Вы так же, маменьки, построже За дочерми смотрите в свет Держите прямо свой лорнет Не то, не то, избави Божий Я это потому пишу, что уж давно Я не грешу Увы, на разные забавы Я много жизни погубил Но если б не страдали нравы Я балы до сих пор любил Люблю я бешеную младость И тесноту, и блеск, и радость И дам обдуманный наряд Люблю их ножки Только вряд найдете вы в России Целые три пары стройных женских ног Ах, долго я забыть не мог Две ножки Грустные, охладелые Я все их помню И во сне Они тревожат сердце мне Когда ж и где В какой пустыне Безумец их забудешь ты Ах, ножки, ножки Где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Взлилейны восточные неги На северном печальном снеге Вы не оставили следов Любили мягких вы ковров Роскошное прикосновение Давно для вас я забывал И жажду славы, и похвал И край отцов, и заточения Исчезло счастье юных лет Как на лугах ваш легкий след Дианы Груч Ланиты Флоры Прелестны, милые друзья Однако ножка терпсихоры Прелестней чем-то для меня Она, пророчествуя взгляду Неоцененную награду Влечет условную красой Желаний своей вольной рой Люблю ее, мой друг Ильвина Под длинной скатертью столов Весной на муравей лугов Зимой на чугуне камина На зеркальном паркете зал У моря на граните скал Я помню море пред грозою Как я завидовал волнам Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам Как я желал тогда с волнами Коснуться милых ног устами Нет никогда средь пылких дней Кипящей младости моей Я не желал с таким мучением Лапзать уста младых армит Иль розы пламенных ланит Иль перси полные томленьем Нет никогда порыв страстей Так не терзал души моей Мне памятно другое время В заветных иногда мечтах Держу я счастливое стремя И ножку чувствую в руках Опять кипит воображение Опять ее прикосновенье Зажгло в увядшем сердце кровь Опять тоска Опять любовь Но полно прославлять надменных Болтливой лируи своей Они не стоят ни страстей Ни песен ими вдохновенных Слова и взор Волшебниц их Обманчивы Как ножки их Что ж мой Онегин Полусонный В постель Узбал и едет он А Петербург неугомонный Уж барабаном пробужден Встает купец Идет разносчик На биржу тянется извозчик С кувшином Охтенко спешит Под ней снег утренний хрустит Проснулся утро Шум приятный Открыты ставни Трубный дым Столбом восходит Голубым И хлебник Немец аккуратный В бумажном колпаке Не раз уж отворял Свой вас издаст Но шумом бала Утомленный И утро в полночь Обратя Спокойно спит В тени блаженной Забав и роскоши Дитя Проснется заполдень И снова До утра Жизнь его готова Однообразно И пестра И завтра То же, что вчера Но был ли счастлив Мой Евгений Свободный В цвете лучших лет Среди блистательных побед Среди вседневных наслаждений Быть острые слова Когда болела голова И хоть он был Повесопылкой Но разлюбил он Наконец И брань И саблю И свинец Недуг Которого причину Давно бы Отыскать пора Подобный Английскому Сплину Короче Русская хандра Им овладела Понемногу Он застрелиться Слава Богу Попробовать не захотел Но к жизни Вовсе охладил Как чальт-гарольт Угрюмый Томный В гостинах Появлялся он Ни сплетни света Ни бастон Ни милый взгляд Ни вздох Ни скромный Ничто не трогало его Не замечал он Ничего Причудницы Большого света Всех прежде Вас оставил он И правда То, что в наше лето Довольно скучен Вышит он Хоть может быть Иная дама Толкует Сея и Бентама Но вообще Их разговор Несносный Хоть невинный вздор К тому же Они так непорочны Так величавы Так умны Так благочестия полны Так осмотрительны Так точны Так неприступны Для мужчин Что вид их Уж рождает сплин И вы Красотки молодые Которых позднюю порой Уносят дрожки удалые По петербургской мостовой И вас Покинул мой Евгений Отступник бурных Наслаждений Онегин дома Заперся Зевая За перо взялся Хотел писать Но труд упорный Ему был тошен Ничего Не вышло Из пера его И не попал Он в цех Задорный Людей О коих Не сужу Затем Что к ним Принадлежу И снова Преданный Безделью Томясь Душевной Пустотой Уселся Томясь В обоих сердце жар угас, обоих ожидала злоба, слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит презрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грозет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его извиденному спору и к шутке с желчью пополам и злости мрачных эпиграм. Как часто летнюю порою, когда прозрачно и светло, ночное небо над дневою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы. Воспомня прежних лет романы, воспомня прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь. Дыханием ночи благосклонны, безмолвно упивались мы. Как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный, так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений и опершись на гранит стоял задумчивый Евгений, как описал себя Пий. Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые, да дрожек отдаленный стук смельонный раздавался вдруг. Лишь лодка, веслами махая, плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалеке рожок и песни удалая. Но слаще средь ночных забав, напев таркватовых октав. Адриатические волны, о, Брента, нет, увижу вас, и вдохновение снова полный услышу ваш волшебный глаз. Он свят для внуков Аполлона, по гордой лире Альбиона он мне знаком, он мне родной. Ночей Италии золотой я негой наслажусь на воле с венецианкою младой, То говорливый, то немой, плывя в таинственной гондоле. С ней обретут уста мои язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрилы кораблей. Подрезай бурь с волнами споря, По вольному распутье моря. Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии, И средь полуденных зыбей Под небом Африки моей Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, где я любил, Где сердце я похоронил. Онегин был готов со мною Увидеть чуждые страны. Но скоро были мы судьбою На долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегином собрался Заимодавцев жадный полк. У каждого свой ум и толк. Евгений, тяж бы ненавидя, Довольный жребием своим, Наследство предоставил им Большой потери в том невиде, Иль предузнав издалека Кончину дяди-старика. Вдруг получил он в самом деле От управителя доклад, Что дядя при смерти, в постели, И с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидании Стремглав по почте поскакал И уж заранее зевал, Приготовляясь денег ради На вздохе, скуху и обман. И тем я начал мой роман, Но, прилетев в деревню дяди, Его нашел уж на столе, Как дань, готовую в земле. Нашел он полон двор услуги, К покойнику со всех сторон Съезжались недруги и други, Охотники да похорон. Покойника похоронили, Попы и гости ели, пили, И после важно разошлись, Как будто делом занялись. Вот наш Онегин, сельский житель, Заводов, вод, лесов, Земель хозяин полный, А досель порядка враг и расточитель. И очень рад, что прежний путь Переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новые. Уединенные поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчание тихого ручья. На третий, Роща, холм и поле, Его не занимали боли. Потом уж наводили сон, Потом увидел ясно он, Что и в деревне скука та же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, И бегала за ним она, Как тень и льверная жена. Я был рожден для жизни мирной, Для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, Живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, Брожу над озером пустынным, И форнеэнте мой закон. Я каждым утром пробужден Для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, Летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы Провел в бездействии, в тени Мои счастливейшие дни? Цветы, любовь, деревня, праздность, Поля я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной. Чтобы насмешливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы, Слечая здесь моей черты, Не повторял потом безбожно, Что наморал я свой портрет, Как Байрон, гордости поэт, Как будто нам уж невозможно Писать поэмы о другом, Как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты Любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы Мне снились, и душа моя Их образ тайный сохранила, Их после муза оживила. Так я беспечен воспевал И деву гор мой идеал, И пленец берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, Вопрос нередко слышу я, О ком твоя вздыхает лира, Кому в толпе ревнивых дев Ты посвятил ее напев? Чей взор, волнуя вдохновенье, Умильной лаской наградил Твое задумчивое пенье? Кого твой стих боготворил? И, други, никого, и Богу! Любви безумную тревогу Я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал Горячку рифм. Он тем удвоил Поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, А муки сердца Успокоил, Поймал и славу между тем. Но я, любя, Был глуп и нем. Прошла любовь, Явилась муза, И прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу Союза Волшебных звуков, Чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует, Перо, забывшись, не рисует Блесня конченных стихов, Ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет, Я все грущу, но слез уж нет, И скоро-скоро буре след В душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать Поэму песен в двадцать пять. Я думал уж о форме плана И как героя назову. По каме с моего романа Я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго, Противоречий очень много. Но их исправить не хочу, Цензуре долг свой заплачу, И журналистам на съедение Плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам Новорожденное творение И заслужи мне славы дань Кривые толки, шум и брань. Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, Горой от ветров огражденный, Стоял над речкою. Вдали пред ним пестрели и цвели Луга и нивы золотые, Мелькали села, Здесь и там стада бродили по лугам, И сень расширял густые Огромный запущенный сад, Приют задумчивых дриад. Почтенный замок был построен, Как замки строиться должны, Отменно прочен и спокоен Во вкусе умной старины. Везде высокие покои, В гостиной штофные обои, Царей портреты на стенах, И печи в пестрых израстах. Все это ныне обветшало, Не знаю, право, почему. Да, впрочем, другу моему В том нужды было очень мало, За тем, что он равно зевал Среди модных и старинных зал. Он в том покое и поселился, Где деревенский сторожил, Лет сорок с ключницей бронился, В окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, Два шкафа, стол, диван пуховый, Нигде не пятнышко чернил, Онегин шкаф и отварил, В одном нашел тетрадь расхода, В другом наливок целый строй, Кувшины с яблочной водой И календарь осьмого года. Старик, имея много дел, В иные книги не глядел. Один среди своих владений, Чтоб только время проводить, Сперва задумал наш Евгений Порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, Ерем он барщины старинной, Оброком легким заменил, И раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, Увидев в этом страшный вред, Его расчетливый сосед. Другой лукаво улыбнулся, И в голос все решили так, Что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, Но так как с заднего крыльца Обыкновенно подавали ему Донского жеребца, Лишь только вдоль большой дороги Заслышат их домашние дроги, Поступком оскорбясь таким, Все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, С ума сбродит, Он фармазон, Он пьет одно Стаканом красное вино, Он дамам к ручке не подходит, Все да да нет, Не скажет да-с или нет-с. Таков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору Помещик новый прискакал И столь же строгому разбору В соседстве повод подавал По имени Владимир Ленской, С душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник канта и поэт. Он из Германии туманной, Привез учености, плоды, Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь И кудри черные до плечи. От хладного разврата света, Еще увянуть не успев, Его душа была согрета Приветом друга, Лаской дев. Он сердцем милый был невежда, Его лелеяла надежда, И мира, новый блеск и шум Еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой Сомнений сердца своего. Цель жизни нашей для него Была заманчивой загадкой, Над ней он голову ломал И чудеса подозревал. Он верил, что душа родная Соединиться с ним должна, Что безотрадно изнывая Его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы За честь его приятья ковы, И что не дрогнет их рука Разбить сосуд клеветника, Что есть избранные судьбами Людей священные друзья, Что их бессмертная семья Неотразимыми лучами Когда-нибудь нас озарит, И мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, Ко благу чистая любовь, И славы, сладкое мучение, В нем рано волновали кровь. Он с Лирой странствовал на свете, Под небом Шиллера и Гети, Их поэтическим огнем Душа воспламенилась в нем, И мус возвышенных искусства Счастливец он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил Всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты И прелесть важной простоты. Он пел любовь, Любви послушной, И песня его была ясна, Как мысли девы простодушной, Как сон младенца, Как луна В пустынях неба безмятежных, Богини тайны вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, И нечто, и туманную даль, И романтические розы. Он пел те дальние страны, Где долго в лоно тишины Лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет, Без малого восьмнадцать лет. В пустыне, где один Евгений Мог оценить его дары, Господь соседственных селений Ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, Их разговор благоразумный О сенокосии, о вине, О псарне, о своей родне. Конечно, не блистал ни чувством, Ни поэтическим огнем, Ни остротою, ни умом, Ни общежитии и искусством, Но разговор их милых жен Гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих За полурусского соседа. Взойдет ли он тот час беседа, Заводит слово стороной О скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, А Дуня разливает чай. Ей шепчут, Дуня, прими чай. Потом приносит и гитару, И запищит она, Бог мой, Приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, не имев, конечно, Охоты, узы, брака несть, С Онегином желал сердечно Знакомства покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, Лед и пламень Не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой Они друг другу были скучны, Потом понравились, Потом съезжались каждый день верхом, И скоро стали неразлучны. Так люди, первой каюсь я, Отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, Мы почитаем всех нулями, А единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, Двуногих тварей миллионы, Для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно, Сноснее многих был Евгений, Хоть он людей, конечно, знал И вообще их презирал, Но правил нет без исключений, Иных он очень отличал И в чуже чувство уважал. Он охладительное слово В устах старался удержать И думал, глупо мне мешать Его минутному блаженству. И без меня пора придет, Пускай покаместь он живет, Да верит мира совершенству. Простим горячки юных лет, И юный жар, и юный бред. Меж риме все рождало споры И к размышлению влекло. Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба и жизнь в свою череду, Все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений Читал, забывшись между тем Отрывки северных поэм, И снисходительный Евгений, Хоть и немного понимал, Прилежно юноше внимал. Но чаще занимали страсти Умы пустынников моих. Ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об них С невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнение И, наконец, от них отстал. Блаженней тот, кто их не знал, Кто охлаждал любовь разлукой, Вражду злословием, Порой зевал с друзьями и женой, Ревнивый, не тревожа с мукой, И дедов верный капитал Коварной двойке не верял. Когда прибегнем мы под знамя Благоразумной тишины, Когда страстей угаснет пламя, И нам становятся смешны Их своевольства иль порывы, И запоздалые отзывы, Смиренные и не без труда, Мы любим слушать иногда Страстей чужих язык мятежный, И нам он сердце шевелит, Так точно старый инвалид Охотно клонит слух прилежный Рассказам юных усачей, Забытой в хижине своей. Зато и пламенная младость Не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость Она готова разболтать. В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, Как сердце и исповедь любя Поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть Он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал Его любви младую повесть, Обильный чувствами рассказ, Давно не новыми для нас. Ах, он любил, Как в наше лето уже не любят, Как одна безумная душа поэта Еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, Одно привычное желание, Одна привычная печаль. Ни охлаждающая даль, Ни долгие лета разлуки, Ни музом данные часы, Ни чужеземной красы, Ни шум веселья, Ни науки, Души не изменили в нем, Согретый девственным огнем. Чуть отрок Ольгой уплененной, Сердечных мук еще не знав, Он был свидетель умиленной Ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы Он разделял ее забавы. И детям прочили венцы Друзья соседей их отцы. В глуши, под сенью смиренной, Невинной прелести полна, В глазах родителей она Цвела, как ландыш потаенный, Незнаемый в траве глухой, Ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила Младых восторгов первый сон, И мысль об ней одушевила Его цевницы первый стон. Простите, игры золотые, Он рощи полюбил густы, Уединенье, тишину, И ночь, и звезды, и луну, Луну, небесную лампаду, Которой посвящали мы Прогулки средь вечерней тьмы, И слезы тайных мук от раду. Но нынче видим только в ней Замену тусклых фонарей. Всегда скромна, Всегда послушна, Всегда как утро весела, Как жизнь поэта простодушна, Как поцелуй любви мила, Глаза, как небо голубые, Улыбка, локоны льняные, Движение, голос, Легкий стан, Все в Ольге. Но любой роман возьмите И найдете верно ее портрет. Он очень мил, Я прежде сам его любил, Но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, Заняться старшей сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким Страницы нежной романа Мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, Но с ним, я знаю, неразлучно Воспоминания старины и девичьей. Мы все должны признаться, Вкусу очень мало У нас и в наших именах, Не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, И нам досталось от него Жеманство, больше ничего. И так она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, Ни свежести ее румяной, Не привлекла пана очей. Дика, печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей родной Казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела, К отцу, не к матери своей, Дитя сама в толпе детей Играть и прыгать не хотела, И часто целый день одна Сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга От самых колыбельных дней Течение сельского досуга Мечтами украшала ей. Ее изнеженные пальцы Не знали игл, Склонясь на пяльцы, Узором шелковым она Не оживляла полотна. Охотой властвовать примета С послушной куклою дитя Приготовляется шутя К приличию закона света И важно повторяет ей Уроки маменьки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Про вести города, про моды, Беседы с нею не вела, И были детские проказы Ей чужды. Страшные рассказы Зимою в темноте ночей Пленяли больше сердца ей. Когда же няня собирала Для Ольги на широкий лук Всех маленьких ее подруг, Она в горелке не играла, Ей скучен был и звонкий смех, И шум их ветреных утех. Она любила на балконе Предупреждать зари восход, Когда на бледном небосклоне Звезд исчезает, хоровод, И тихо край земли светлеет, И весь них утро ветер веет, И всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень Полмиром доли обладает, И доли в праздной тишине При отуманенной луне Восток ленивый почивает, В привычный час пробуждена, Вставала при свечах она. Ей рано нравились романы, Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы И Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, В прошедшем веке запоздалый, Но в книгах не видал вреда, Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой, И не заботился о том, Какой у дочки тайный том Дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама От Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона Не потому, чтобы прочла, Не потому, чтобы Грандисона Она ловласу предпочла, Но в старину княжна Алина, Ее московская кузина, Твердила часто ей об них. В то время был еще жених Ее супруг, но по неволе Она вздыхала по-другому, Который сердцем и умом Ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, Игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета, Всегда по моде и к лицу, Но не спросясь ее совета, Девицу повезли к венцу, И чтоб ее рассеять горе, Разумный муж уехал вскоре В свою деревню, Где она, Бог знает кем окружена, Рвалась и плакала сначала, С супругом чуть не развелась, Потом хозяйством занялась, Привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, Замена счастью она. Привычка усладила горе, Неотразимое ничем. Открытие большое вскоре Ее утешило совсем. Она меж делом и досугом Открыла тайну, как супругом Самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, Солила на зиму грибы, Вела расходы, Брила лбы, Ходила в баню по субботам, Служанок била осердясь, Все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью Она в альбомы нежных дев, Звала Полиною Просковью И говорила нараспев. Корсет носила очень узкий, И русский наш, Как энн французский, Произносить умела в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, Книжну Алину, Стишков чувствительных тетрадь Она забыла, Стала звать Акулькой Прежнюю Селину И обновила, наконец, Навати Шлафор и Чепец. Но муж любил ее сердечно, В ее затеи не входил, Во всем ей веровал беспечно, А сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходилась Соседи и добрая семья, Нецеремонные друзья, И потужить, и позлословить, И посмеяться кое о чем. Проходит время, Между тем, Прихажут Ольге чай готовить, Там ужин, Там и спать пора, И гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины. У них на масленице жирной Водились русские блины. Два раза в год они говели, Любили круглые качели, Подблюдны песни, Хоровод. В день троицын, Когда народ, Зевая слушает молебен, Умильно на пучок зари Они ронялись слезки три. Им квас, как воздух, Был потребен, И за столом у них гостям Носили блюды по чинам. И так они старели оба, И отворились, наконец, Перед супругом двери гроба, И новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, Оплаканный своим соседом, Детьми и верную женой, Чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, И там, где прах его лежит, Надгробный памятник гласит, Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сил вкушает мир. Своим пенатом возвращенной Владимир Ленский посетил Соседа памятник смиренный, И вздох он пеплу посветил. И долго сердцу грустно было. «Ур, Йорик!» Молвил он уныло. «Он на руках меня держал, Как часто в детстве я играл Его очаковской медалью, Он Ольгу прочил за меня, Он говорил, дождусь ли дня». И полный искренней печалью Владимир тут же начертал Ему надгробный мадригал. И там же надписью печальной Отца и матери в слезах Почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах По тайной воле провидения Восходят, зреют и падут, Другие им во след идут. Так наше ветреное племя Растет, волнуется, кипит И гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, И наши внуки в добрый час Из мира вытеснит и нас. Поками ступивайтесь ею Сей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, И мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда. Без неприметного следа Мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, Но я бы, кажется, желал Печальный жребий свой прославить, Чтоб обо мне, как верный друг, Напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, И, сохраненное судьбой, Быть может, в лете не потонет Строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет И молвит, кто-то был поэт. Прими ж мои благодарения, Поклонник мирных аонит. О, ты, чья память сохранит Мои летучие творения, Чья благосклонная рука Потреплет лавры старика. Куда ушетьте мне поэта? Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя, но где ты Свои проводишь вечера? У Ларинах. Вот это чудно! Помилую, тебе нетрудно Там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять. От сели вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья. К гостям усердие большое. Варенье, вечный разговор Про дождь, про лен, Про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука! Вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милей мне домашний круг, Где я могу... Опять оклога. Да полный, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь? Очень жаль. Ах, слушай, Ленский, Да нельзя ли увидеть мне фелиду эту? Предметы мысли, и пера, и слез, и рифм, и цитра. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали, други, явились. Им расточены порой тяжелые услуги гостеприимной старины. Обряд известные угощения. Несут на блюдечках варенье, На столик ставят ващиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь подслушаем у краткой героев наших разговор. Ну, что ж, Онегин, ты зеваешь? Привычка, Ленский. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей, пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста. Ну, очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не надела лоб вреда. Скажи, которая, Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую. Когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет. Точь в точь в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она. Как эта глупая луна на этом глупом обосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем, Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление. И всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать, украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали. О свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с неискиснимой отрадой невольно думала о том. И в сердце дума заранилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкала пища роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи, она сказала, «Это он! Увы, Увы, теперь и дни и ночи, и жаркий одинокий сон все полно им. Все деви милой безумолку волшебной силой твердит о нем. Да кучна ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги в уныние погружена, гостей не слушает она, и проклинает их досуги их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман, счастливой силой мечтания одушевленные создания, любовник Юлии Вальмар, Малек Адель и Делинар, и Вертер, мученик мятежный и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном о ней и не слились. Воображаясь героиной своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией и Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты, плоды сердечной полноты, вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон. Свой слог на важный лад настрое, бывало, пламенный творец являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительный, умом и привлекательным лицом, питая жар чистейшей страсти, всегда восторженный герой готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порог, добру достойный был венок. А нынче все умы в тумане, мораль на нас наводит сон, порог любезен, и в романе, и там уж торжествует он. Британские музы небылицы тревожат сон от роковицы, и стал теперь ее кумир или задумчивый вампир, или мельмот бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбагар, лорд Байрон прихоть и удачный облег в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, в меня вселится новый бес, и фебовы презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы? Тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Не муки тайное злодейство я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу предания русского семейства, любви пленительные сны, да нравы нашей старины. Перескажу простые речи отца и дяди старика, детей условленные встречи у старых лип, у ручейка, несчастной ревности, мученья, разлуку, слезы примирения, поссорю вновь и, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви, которые в минувшие дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью, ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою, погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь, ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты, везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий, везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить, и вдруг недвижные очи клонит, и лень ей далее ступить. Приподнялась и грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, дыхание замерло в устах, и в слухе шум, и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит, и тихо с няней говорит. Не спится, няня. Здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня? Что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я бывала, хранила в памяти немало. Старинных были, небылиц, про злых духов и про девиц. А нынче все у меня темно, Таня. Что знала, то забыла. Да. Пришла худая череда, зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со свету меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет. А было мне тринадцать лет. Недели две ходила сваха к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страхом. Мне с плачем косу расплели, да с пеньем в церковь повели. И вот ввели в семью. Чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты не здорова. Господь, помилуй, спаси. Чего ты хочешь, попроси. Дай окроплю святой водою. Ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И няня, девушку с мольбой, крестила дряхлую рукой. Я влюблена. Шептала снова старушке с горестью она. Сердешный друг, ты не здорова. Оставь меня, я влюблена. И между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные в лосы и капли слез и на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке. И все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в уме ее родилась. Пади, оставь меня одну. Дай, няня, мне перо, бумагу. Да стол подвинь. Я скоро лягу. Прости. И вот она одна, все тихо, светит ей луна, облокотясь Татьяна пишет. И все Евгении на уме и в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого ж оно? Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их с песей модной. Их добродетели природные. И, признаюсь, от них бежал. И мниться с ужасом читал над их бровями надпись «Ада». Оставь надежду навсегда. Внушать любовь для них беда. Пугать людей для них отрада. Быть может, на брегах не вы, подобных дам видали вы. Среди поклонников послушных других причудниц я видал, самолюбиво равнодушных для вздохов страстных и похвал. И что ж, нашел я с изумлением, они суровым повелением, пугая робкую любовь, ее привлечь умели вновь, по крайней мере, с ожелением. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней, и слегковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте? За то, что любит без искусства послушные влечению чувства? Что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным? Уже ли не простите ей вы легкомыслие страстей? Кокетка судит хладокровно, Татьяна любит не шутя, и предается безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она, отложим, любви мы цену тем умножим, вернее в сети заведем. Сперва тщеславие кольнем надеждой, там недоумением измучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем. А то, скучая наслаждением, невольник хитрый из оков всечасно вырваться готов. Еще предвижу затруднение. Родной земли, спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке о своем родном. И так писала по-французски. Что делать, повторяю вновь, до ныне дамская любовь не изъяснялась о по-русски. До ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски. Право, страх, могу ли их себе представить с благонамеренным в руках. Я шлюсь на вас, мои поэты, не правда ли, милые предметы, которым за свои грехи писали в тайневые стихи, которым сердце посвящали, не все ли русским языком, владея слабо и с трудом, его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной. Не дай мне Бог сойтись на Бали или при разъезде на крыльце, с семинаристом в желтой шале или с академиком в чипце. Как уст румянных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Быть может, на беду мою красавец новых поколений журналов вняв молящий глаз, грамматики приучат нас, стихи ведут в употреблении. Но я, какое дело мне, я верен буду старине. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскается во мне нет силы, мне галицизмы будут милы, как прошлые юности грехи, как Богдановичи стихи. Но полно! Мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал, и что ж, ей-ей, теперь готов уж отказаться. Я знаю, нежного парни перо не в моде в наши дни. Певец перов и грусти томный, когда бы счет ты был со мной, я стал бы просьбою нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстной девы иноплеменные слова. Где ты? Приди! Свои права передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном. Он бродит, и душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор, и увлекательный, и вредный, я не могу понять. Но вот неполный слабый перевод с живой картины список бледный или разыгранный фрейшиц перстами робких учениц. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего студа вы не узнали б никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить. И потом все думать. думать об одном и день и ночь до новой встречи. Ну, говорят, вы нелюдим. В глуши в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнения, смирив со временем. Как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга, недобродетельная мать. Другой нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышним суждено совете, то воля неба я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Нет, это был не сон, ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он. Не правда ли, я тебя слыхала? Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала, или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое виденье, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью. Не ты ли, с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя единым ссором надежды сердца. Оживи или сон тяжелый перерви. Увы, заслуженным укором. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порокой ваша честь. И смело ей себя вверяю. Татьяна то вздохнет, то охнет. Письмо дрожит в ее руке, а блатка розовая сохнет на воспаленном языке. К плечу головушкой склонилась, сорочка легкая спустилась с ее прелестного плеча. Но вот уж лунного луча сиянье гаснет, там долина сквозь пар яснеет, там поток засеребрился, там рожок пастушей будет селенина. Вот утро. Встали все давно, моей Татьяне все равно. Она зари не замечает, сидит с поникшую главой и на письмо не напирает своей печати вырезной. Но дверь тихонько отпирая, уж ей Филиппьевна седая, приносит на подносит чай. Пора, дитя мое, вставай. Да ты, красавица, готова, упташка ранняя моя. Вечер уж как боялась я. Да слава богу, ты здорова. Тоски ночной и следу нет. Лицо твое как мака в свет. Ах, няня, сделай одолжение. Изволи, родная, прикажи. Не думай, право подозрение. Но видишь, ах, не откажи. Мой друг, вот бог тебе порука. Итак, пошли тихонько внука. Записка этой к О, к тому, к соседу, довелеть ему, чтоб он не говорил ни слова, чтоб он не называл меня. Кому же, милая моя? я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть, куда мне их и перечесть. Как недогадлива ты, няня. Сердешный друг, уж я стара, стара, тупеет разом, Таня. А то бывало я востра, бывало слово барской воли. Ах, няня, няня, да того ли, что нужды мне в твоем уме? Ты видишь, дело о письме Конегину. Ну, дело, дело, не гневайся, душа моя, ты знаешь, непонятная. Да что ж ты снова побледнела? Так, няня, право ничего, пошли же внука своего. Но день протек и нет ответа, другой настал, все нет как нет, бледна как тень с утра одета, Татьяна ждет, когда ж ответ? Приехал Ольгин обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Ему вопрос хозяйки был. Он что-то нас совсем забыл. Татьяна вспыхнув задрожала. Сегодня быть он обещал. Старушке Ленске отвечал. Да видно почта задержала. Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор. Смеркалась, на столе блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая, под ним клубился легкий пар, разлитый Ольгиной рукою по чашкам темную струей уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла, на стеклах ладная дыша. Задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель О до Е. И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор. Вдруг топот, кровь ее застыла, вот ближе скачет и на двор Евгений, ах, и легче тени. Татьяна прыг в другие сени, с крыльца на двор и прямо в сад, летит, летит, взглянуть назад не смеет, мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок, кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь он, здесь Евгений, о боже, что подумал он. В ней сердце полное мучений, хранит надежды темный сон, она дрожит и жаром пышет и ждет, не идет ли, но не слышит. В саду служанки на грядах сбирали ягоду в кустах и хором по наказу пели, наказ основанный на том, что барские ягоды тайком уста лукавые не ели и пеньем были заняты затеи сельской остроты. Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки, разыграйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые. Затяните песенку, песенку заветную, заманите молодца хороводу нашему. Как заманили молодца, как завидели в издали, разбежитесь, милые, закидаем вишеньем, вишеньем, малиной, красной, смородиной. Они поют и с небрежением, внимая звонкий голос их, ждала Татьяна с нетерпением, чтоб трепет сердце в ней затих, чтобы прошло ланит пыланье, но в персих тоже трепетанье, и не проходит жар ланит, но ярче, ярче лишь горит. Так бедный мотылек и блещет, и бьется радужным крылом, плененный школьным шалуном. Так зайчик в озиме трепещет, увидев вдруг издалека в кусты припадшего стрелка. Но, наконец, она вздохнула и встала со скамьи своей. Пошла, но только повернула в аллею прямо перед ней, блистая взорами Евгений. Стоит подобно грозной тени, и как огнем обожжена остановилась она. Но следствие нежданной встречи сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи и погулять, и отдохнуть. Докончу после как-нибудь. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Разврат бывал охладнокровный, наукой славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян хваленных дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно, все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет у девочки в тринадцать лет. Кого не утомят угрозы, моленья, клятвы, мнимый страх, записки на шести листах, обманы, сплетни, кольцы, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкой мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души, зевоту подавляя смехом. Вот как убил он восемь лет, утратя жизни лучший цвет. В красавец он уж не влюблялся, оволочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть, он их искал без упоения, а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость на вис вечерний приезжает, садится, кончилась игра, он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет в вечеру. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милый и бледный цвет, и вид унылый, и в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Быть может, чувстве пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил. Вы ко мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание, любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила. Она в волнение привела давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу. Я за нее вам отплачу признанием также без искусства. Примите исповедь мою. Себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда бы мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда бы семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно кроме вас одной невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных. Нашет мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал в подруги дней моих печальных всего прекрасного в залог и был бы счастлив сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я, поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить, его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит гименей и может быть на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном мужа, и днем, и вечером одна, где скучный муж, ей цену зная, судьбу однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит, и холодно ревнив. Таков я, и того ль искали вы чистой пламенной душой, когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали. Уже ли жребий вам такой назначен строгою судьбой? Мечтам и годам нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата. И, может быть, еще нижней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. Так деревцо своей листы меняет каждую весною. Так видно небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений, сквозь слез не видя ничего. Едва дыша без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, головкой томную склонясь. Пошли домой в круг огорода, явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода свои счастливые права, как надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство, хотя людей недоброходства в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже, уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. А что, да так, я усыпляю пустые черные мечты, я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке в ролем рожденной и светской черни ободренной, что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, который бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Угу, читатель благородный, здорова ли ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать и по обычаю народа о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтоб остальное время года не думали о нас они. И так, дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных надежнее дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так, но вихрь моды, но свои нравия природы, но мнение светского поток, а милый пол как пухли гог, к тому и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенны быть должны. Так ваша верная подруга бывает вмиг увлечена. Любовью шутит сатана. Кого ж любить, кому же верить, кто не изменит нам один, кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин, кто клеветы про нас не сеет, кто нас заботливо лелеет, кому порог наш не беда, кто не наскучит никогда. Призрака суетно искать, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель, предмет достойный, ничего любезней верно нет его. Что было следствием свидания, увы, нетрудно угадать, любви безумные страдания не перестали волновать молодой души печали жадной, нет, пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит, ее по стиле сон бежит, здоровье, жизни, свет и сладость, улыбка, девственный покой, пропало все, что звук пустой, и меркнет милой тани младость, так одевает бурь и тень, едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит, ничто ее не занимает, ее души не шевелит, качая важно головою, соседи шепчут меж собою, пора, пора бы замуж ей, но полно, надо мне скорее развеселить воображение картины счастливой любви, невольно милые мои меня стесняет сожаленье, простите мне, я так люблю Татьяну милую мою. Час отчису плененной боли красами Ольги молодой Владимир сладостной неволе предался полную душой, он вечно с ней, в ее покое они сидят в потемках двое, они в саду рука с рукой гуляют утренней порой, и что ж, любовью упоенной в смятенье нежного стыда он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле норовоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатебриан, а между тем две-три страницы пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев он пропускает, покраснев. Уединяясь от всех далеко, они над шахматной доской на стол облокотясь порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкою ладью берет в рассеяние свою. Поедет ли домой и дома он занят Ольгой своей, летучие листки альбома прилежно украшает ей, то в них рисуют сельские виды, надгробный камень, храм киприды или на лире голубка пером и красками слегка, то на лесках воспоминания пониже подписи других он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания, мгновенной думы долгий след, все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки измарали с конца с начала и кругом. Сюда на зло правописанию стихи безмеры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь куикри ревусус таблет и подпись ти авианет, а на последнем прочитаешь кто любит более тебя, пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут верно клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь пиет армейский тут подмахнул стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я, уверен, будучи душою, что всякий мой усердный вздор заслужит благосклонный взор, и что потом с улыбкой злою не станут важно разбирать, а строй или нет, я мог соврать. Но вы, разрозненные томы из библиотики чертей, великолепные альбомы мученья модных рифмачей, вы, украшенные проворно толстовой кистью чудотворной или баратынского пером, пускай сожжет вас божий гром, когда блистательная дама мне свой инкварта подает, и дрожь злость меня берет, и шевелится эпиграмма во глубине моей души, а мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет, в альбоме Ольги молодой его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой, что не заметит, не услышит, об Ольге он про то и пишет, и полный истины живой текут и леи и рекой. Так ты языков вдохновенной в порывах сердца своего, поешь, Бог ведает кого, и свод элегии драгоценной представит некогда тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь, критик строгий повелевает сбросить нам элегии венок убогий, и нашей братии рифмачам кричит, да перестаньте плакать, и все одно и то же квакать, жалеть о прежнем обылом довольна, пойте о другом. Ты прав, и верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мысли мертвый капитал отсюда воскресить прикажешь. Не так ли, друг, ничуть, куда? Пишите оды, господа, как их писали в мощные годы, как было в старь заведено. Одни торжественные оды, и полно, друг, не все равно. Припомни, что сказал сатирик, чужого толка хитрый лирик, уже ли для тебя сносней унылых наших рифмачей. Но все в элегии ничтожно, пустая цель ее жалка, меж тем цель оды высока и благородна, тут бы можно поспорить нам. Но я молчу, два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы в волнении бурных дум своих Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград, и впрям блажен любовник скромный, читающий мечты свои, предмету песен и любви красавицы, приятно томный, блажен, хоть может быть она совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедии в углу. Или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток. Вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. А что ж Онегин? Кстати, братья, терпение вашего прошу, его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахаретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу гюльнары подражая, сеги леспон переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая и одевался. Прогулки, чтенье, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, и нечувствительно он ей предался красных летних дней в беспечной Негине считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето карикатура южных зим мелькнет и нет, известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрюш у двора. Встает заря во мгле холодный, на нивах шум работу молк, своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Его почуя конь дорожный храпит, и путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полудиной в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая дева придет, и зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На, вот возьми ее скорей. Опрятней модного паркета блестает речка льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый мелькает, вьется первый снег, звездами падая на бряг. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровый, но конь притупленный подковой неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай, вот прат, вот Вальтер Скотт, не хочешь, поверяй расход. Серди сельпей и вечер длинный, кой-как пройдет, а завтра то ж и славно зиму проведешь. Прямым Анягин Чиль Гарольдом вдался в задумчивую лень. Со сна садится в ванну с Ольдом и после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный он на бильярде в два шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт, Евгений ждет, вот едет Ленский на тройке чалых лошадей, давай обедать поскорей. Вдовы клико или муэта благословенное вино в бутылке мерзлой для поэта на стол тот час принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной подобием того сего меня пленяло. За него последний бедный леп бывало давал я. Помните ль, друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов и споров и веселых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему, и я Бордо благоразумный уж нынче предпочел ему. Каи я больше не способен, а и любовнице подобен, блестящий, ветреный, живой и своенравный и пустой. Но ты Бордо подобен другу, который в горе и в беде товарищ завсегда, везде готов нам оказать услугу и тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо наш друг! Огонь потух, едва залою подернут уголь золотой, едва заметную струею веется пар, и теплотой камин чуть дышит. Дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок еще шипит среди стола, вечернее находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порой и той, что названа пора меж волка и собаки. А почему не вижу я? Теперь беседуют друзья. Ну что соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана. Довольно, милый, вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним, ты их обяжешь. А то, мой друг, суди ты сам. Два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. Да, вот, какой же я болван. Ты к ним на той неделе зван. Я? Да, Татьяна, именины в субботу Оленька и мать велели звать и нет причины тебе на зов не приезжать. Ну, куча будет там народу и всякого такого спроду. И никого, уверен я, кто будет там. Своя семья. Поедем, сделай одолжение. Ну, что ж. Согласен. Как ты мил. При сих словах он осушил стакан соседки приношения, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок. И тайна брачная постели и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гемена хлопоты, печали, зевоты, хладная череда ему не снились никогда. Меж тем, как мы, враги Гемена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин, роман во вкусе Лафонтена. Мой бедный Ленский, сердцем он для оной жизни был рожден. Он был любим. По крайней мере, так думал он и был счастлив. Сто крат блажен, кто предан в вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечные неги, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек в весенний впившийся цветок. Но жало к тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения и все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко усланные горы, зимы блистательным ковром. Все ярко, все белокругом. Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Но, может быть, такого рода картины вас не привлекут. Все это низкая природа, изящного немного тут. Согретый вдохновенье богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег и все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в санях. Но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финляндки молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, с ее холодную красою любила русскую зиму. На солнце и не в день морозный, и сани, и зарею поздней сиянии розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины и снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь. Предчувствия теснили грудь, жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльца мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны она дрожала и бледнела. Когда шпадучая звезда по небу темному летела и рассыпалась, тогда в смятенье Таня торопилась, пока звезда еще катилась, желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить черного монаха, или быстрый заяц смеш полей перебегал дорогу ей, не зная, что начать со страха, предчувствий горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она, так нас природа сотворила к противоречию склона. Настали святки, тот-то радость, гадает ветреная младость, которой ничего не жаль, перед которой жизни даль лежит светла необозрима, гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо, и все равно надежда им лжет детским лепетом своим. Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит, он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит, из блюда полного водою выходят кольца чередою, и вынулось колечко ей под песенку старинных дней, там мужички-то все богаты, грибут лопатой серебро, кому поем, тому добро и слава, но сулит утраты, сей песни жалостной напев, милей кашуркой сердцу дев. Морозно ночь, все небо ясно, светил небесный дивный хор, течет так тихо, так согласно, Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в темном зеркале одна дрожит печальная луна, чу, снег хрустит, прохожий, дева, к нему на цыпочках летит, и голосок ее звучит нежней свирельного напева, «как ваше имя?» смотрит он и отвечает «Агафун». Татьяна по совету няни, сбираясь ночью выражить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть, но стало страшно вдруг Татьяне, и я при мысли о Светлане мне стало страшно, так и быть, с Татьяной нам не выражить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла, над нею вьется лель, а под подушкою пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит. И снится чудный сон Татьяне, ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки с клиенной льдиной, дрожащий гибельный мосток, положенный через поток и пред шумящую пучиной недоумение полна, остановилась она, как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь! Татьяна, ах, а он льведь! И лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей. Пошла и что ж, медведь за ней! Она, взглянуть назад не смея, поспешно и ускоряет шаг. Но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя валит медведь несносный. Пред ними лес, недвижны сосны в своей нахмуренной красе, отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин берез и лип ногих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины, метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронет она платок, поднять ей некогда боится, медведи слышат за собой и даже трепетной рукой одеждой край поднять стыдится, она бежит, он все во след и сил уже бежать ей нет. Упала в снег, медведь проворно ее хватает и несет, она бесчувственно покорно не шевельнется, не дохнет, он мчит ее лесной дорогой, вдруг между дерев шалаш убогой, кругом все глушь, от всюду он пустынным снегом занесен, и ярко светится окошко, и в шалаше и крик и шум, медведь промолвил, здесь мой кум, погрейся у него немножко, и все непрямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в синях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах, не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку, и что же видит, за столом сидят чудовища кругом, один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой, здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет, лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конской топ, но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа, Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит, он знак подаст и все хлопочут, он пьет, все пьют и все кричат, он засмеется, все хохочут, нахмурит брови, все молчат, он там хозяин, это ясно, и Таня уж не так ужасна, и любопытная теперь немного растворила дверь, вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкая, из-за стола гремя встает, все встали, он к дверям идет, и страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать, нельзя никак, нетерпеливо метаясь хочет закричать, не может, дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева, Ярый смех раздался дико очи всех копыты хоботы кривые хвосты и хохлаты и клыки усы кровавые языки рога и пальцы костяны все указует на нее и все кричат мое 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 сказал Евгений Грозно и шайка вся закрылась вдруг остался во тьме морозный молодая дева с ним сам друг Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо вдруг Ольга входит за нею Ленский свет блеснул Онегин руку замахнул и дико ночами бродит и незванных гостей бронит Татьяна чуть жива лежит спор громче громче вдруг Евгений хватает длинный нож и вмиг повержен Ленский страшно тени сгустились нестерпимый крик раздался хижина шатнулась и Таня в ужасе проснулась глядит уж в комнате светло в окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет дверь отворилась Ольга к ней авроры северной аллеи и легче ласточки влетает ну говорит скажи ж ты мне кого ты видела во сне но та сестры не замечая в постели с книгой лежит за листом лист перебирая и ничего не говорит хоть не являла книга это ни сладких вымыслов поэта ни мудрых истин ни картин но ни Вергилий ни Рассин ни Скотт ни Байрон ни Сенека ни даже дамских мод журнал так никого не занимал то был друзья Мартын Задека глава халдейских мудрецов гадатель толкователь снов сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединении и для Татьяны наконец его с разрозненной мальвиной он уступил за три с полтинной в придачу взяв еще за них собрание басен площадных грамматику две петриады да Мормонтелле третий том Мартын Задека стал потом любимец Тани он от рады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит ее тревожит сновидение не зная как его понять мечта не страшного значения Татьяна хочет отыскать Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова бор буря ведьма ель еж мрак мосток медведь метель и прочее и прочее ее сомнений Мартын Задека не решит но сон зловещий ей сулит печальных много приключений дней несколько она потом все беспокоилась о том но вот багряную рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин с утра дом Ларина гостями весь полон целыми семьями соседи съехались в восках в кибитках в бричках и в санях в передней толкотня тревога в гостиной встреча новых лиц лаймосик чмоканье девиц шум хохот давка у порога поклоны шарканье гостей кормилиц крик и плач детей своей супругой дородной приехал толстый пустяков гвоздин хозяин превосходный владелец нищих мужиков скотинины чета седая с детьми всех возрастов считая от тридцати до двух годов уездный франтик петушков мой брат двоюродный буянов в пуху в картузе с козырьком как вам конечно он знаком и отставной советник флянов тяжелый сплетник старый плут обжора взяточник и шут семьей панфила хорликова приехал и мосье трике остряк недавно из тамбова в очках и в рыжем парике как истинный француз в кармане трике привез куплет Татьяне на голос знаемой детьми ревью леву бель эндорми меж ветких песен альманаха был напечатан сей куплет трике догадливый поэт его на свет явил из праха и смело вместо бельнина поставил бель Татьяна и вот из ближнего посада созревших барышень кумир уездных матушек отрада приехал ротный командир вошел ах новость да какая музыка будет полковая полковник сам ее послал какая радость будет бал девчонки прыгают заранее но кушать подали читой идут за стол рука с рукой теснятся барышня к Татьяне мужчины против и крестясь толпа жужжит за стол садясь на миг умолкли разговоры уста жуют со всех сторон гремят тарелки и приборы до рюмок раздается звон но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу никто не слушает кричат смеются спорят и пищат вдруг двери настеж Ленский входит и с ним Онегин ах творец кричит хозяйка наконец теснятся гости всяк отводят приборы стулья поскорей зовут сажают двух друзей сажают ловила Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений смятенье Тани видеть мог, Но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью пересоленый. Да вот в бутылке засмоленной между Жарким и Блан-Манже цемлянское несут уже. За ним строй рюмок узких, длинных, подобно талии твоей. Зизи, кристалл души моей, предмет стихов моих невинных, Любви приманчивый фиал, ты, от кого я пьян бывал. Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит. И вот с осанкой важной, куплетом мучимой давно, треке встает. Пред ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива. Треке, к ней обратясь с листком в руке, запел фальшиве. Плески, клики его приветствуют. Она певцу присесть принуждена. Поэт же скромный, хоть великий, Ее здоровье первый пьет и ей куплет передает. Пошли приветы, поздравления. Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, То девы томный вид, Ее смущение и усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, Но как-то взор его очей был чудно нежен. Оттого ли, что он и вправду тронут был, Или он кокетствуя шалил, Не вольно ль или с доброй воли, Но взор ей нежность изъявил. Он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, Толпа в гостиную валит. Так пчел из лахомого улья На ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом Сосед сопит перед соседом. Подсели дамы камельку, Девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, Зовут задорных игроков. Бастон и ломбер стариков, И Вист, да ныне знаменитый, Однообразная семья. Все жадные скуки, сыновья. Уж восемь Робертов сыграли герои Виста. Восемь раз они места переменяли. И чай несут. Люблю я час Определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем В деревне без больших сует. Желудок верный наш бригет. И, кстати, я замечу в скобках, Что речь веду в моих строфах. Я столь же часто о перах, О разных кушаньях и пробках, Как ты, божественный Амир, Ты тридцати веков кумир. Но чай несут. Девицы чинно едва за блюдечки вселись, Вдруг из-за двери в зале длинный Фагот и флейт раздались. Обрадован музыки громом, Оставить чашку чая с ромом, Париз окружных городков Подходит к Ольге Петушков. К Татьяне Ленске, Хроликову, Невесту переспелых лет, Берет Тамбовский мой поэт, Умчал Буянов Пустякову. И в залу высыпали все, И бал блестит во всей красе. В начале моего романа Смотрите первую тетрадь. Хотелось вроде мне Альбана Бал Петербургский описать. Но развлечен пустым мечтанием Я занялся воспоминанием О ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам О ножке полно заблуждаться. С изменой юности моей Пора мне сделаться умнее, В делах и в слоге поправляться, И эту пятую тетрадь От отступлений очищать. Однообразный и безумный, Как вихрь жизни молодой, Кружится в вальсе вихрь шумный, Чета мелькает за читой. К минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, Подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, Потом на стул ее сажает, Заводит речь о том, о сем. Спустя минуты две потом Вновь с нею в вальс он продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, В огромной зале все дрожало, Паркет трещал под каблуком, Тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, как дамы, Скользим по лаковым доскам. Но в городах, по деревням, Еще мазурка сохранила Первоначальные красы. Припрыжки, каблуки, усы Все те же. Их не изменила Лихая мода. Наш тиран, недуг Новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, Герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно, Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, И, наклонясь, ей шепчет нежно Какой-то пошлый мадрегал И руку жмет. И запылал В ее лице самолюбивом Румянец ярче. Ленский мой Все видел, Вспыхнул сам не свой. В негодовании ревнивом Поэт конца мазурки ждет И в Котельон ее зовет. Но ей нельзя. Нельзя? Ну что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже, Боже! Что слышит он? Она могла? Возможно ли? Чуть лишь из пеленок Кокетка, Ветреный ребенок Уж хитрость ведает она, Уж изменять научена. Не в силах, Ленский, Снесть удара. Проказы женские кляня Выходит, требует коня И скачет. Пистолетов пара, Две пули, больше ничего Вдруг разрешат судьбу его. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин скукой вновь гоним, Близ Ольги в думу погрузился, Довольный мщением своим. За ним и Оленька зевала, Глазами Ленского искала, И бесконечный Котельон Ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, Постели стелят, Для гостей Ночлег отводит от сеней До самой девичьей. Всем нужен покойный сон. Онегин мой Один уехал спать домой. Все успокоилось. В гостиной Храпит тяжелый пустяков Своей тяжелой половиной. Гвоздин, буянов, петушков И флянов не совсем здоровый На стульях улеглись в столовой, А на полу Мосьетрике, фуфайке В старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги Все объяты сном. Одна, печально, под окном, Озарена лучом Дианы, Татьяна, бедная, не спит И в поле темное глядит. Его нежданным появлением, Мгновенной нежностью очей И странным с Ольгой поведением До глубины души своей Она проникнута. Не может никак понять его, Тревожит ее ревнивая тоска, Как будто хладная рука Ей сердце жмет, Как будто бездна под ней Чернеет и шумит. Погибнут, Аня, говорит, Но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать. Вперед, вперед, моя история. Лицо нас новое зовет. В пяти верстах от Красногория, Деревни Ленского, Живет и здравствует еще до ныне В философической пустыне Зарецкий, Некогда буян, Картежной шайки, Атаман, Глава повес, Трибун трактирный, Теперь же добрый и простой, Отец семейства холостой, Надежный друг, Помещик мирный И даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света В нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз Из пистолета в пяти сожжениях попадал. И то сказать, что и в сражении, Раз в настоящем упоении, Он отличился смело в грязь, С коня калмыцкого свалясь, Как зюзя пьяной, И французам достался в плен Дорогой залог, Новейший регл, Честь и бог, Готовый вновь предаться узам, Чтоб каждым утром, Увери, В долг осушать бутылки три. Бывало, он трунил забавно, Умел морочить дурака, И умного дурачить славно, Или явно, Или сподтишка, Хоть и ему иные штуки Не проходили без науки, Хоть иногда и сам в просак Он попадался, Как простак. Умел он весело поспорить, Остро и тупо отвечать, Порой расчетливо смолчать, Порой расчетливо повздорить, Друзей поссорить молодых, И на барьер поставить их, Или помириться их заставить, Дабы позавтракать втроем, И после тайно обеславить Веселой шуткою враньем. С Италия темпора удалость, Как сон любви, Другая шалость, Проходит с юностью живой. Как я сказал Зарецкий мой, Под сень черемах и акаций, От бурь укрывшись, Наконец, Живет, как истинный мудрец, Капусту садит, Как гораций, Разводит уток и гусей, И учит азбуки детей. Он был не глуп, И мой Евгений, Не уважая сердце в нем, Любил и дух, и возуждение, И здравый толк о том, о сём. Он с удовольствием, Бывало, видался с ним, И так немало поутру Не был удивлен, Когда его увидел он. Тот после первого привета, Прервав начатый разговор, Онегину о склабе взор Вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел И про себя ее прочел. То был приятный, благородный, Короткий вызов, Или картель. Учтиво, с ясностью холодной, Звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения К послу такого поручения, Оборотясь без лишних слов, Сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, Остаться доли не хотел, Имея дома много дел, И тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой Был недоволен сам собой. И по делам в разборе строгом На тайный суд себя призвав, Он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, Что над любовью робкой, нежной, Так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт Дурачится, восьмнадцать лет Оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, Был должен оказать себя Не мячиком предрассуждений, Не пылким мальчиком бойцом, Но мужем с честью и с умом. Он мог бы чувства обнаружить, А не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить Молодое сердце. Но теперь, уж поздно, время улетело. К тому ж он мыслит, в это дело Вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презренье Цену его забавных слов. Но шепот, хохотня глупцов... И вот общественное мнение, Пружина чести, наш кумир, И вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливой, Ответа дома ждет поэт. И вот сосед велеречивый Привез торжественно ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник. Он все боялся, что проказник Не отшутился как-нибудь, Уловку выдумав и грудь Отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны Приехать завтра до рассвета, Взвести друг на друга курок И метить в ляжку и львисок. Решась кокетку ненавидеть, Кипящий Ленский не хотел Пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, Махнул рукой напоследок И очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, Своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, Навстречу бедного певца Прыгнула Оленька с крыльца Подобно ветреной надежде. Резва, беспечна, весела, Но точно та же, как была. Зачем ведь чертах рано скрылись? Был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, И молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада Пред этой ясностью взгляда, Пред этой нежной простотой, Пред этой резвой душой. Он смотрит в сладком умиленье, Он видит, он еще любим, Уж он раскаяньем томим, Готов просить у ней прощенья, Трепещет, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, Пред милой Ольгой своей, Владимир не имеет силы Вчерашний день напомнить ей. Он мыслит. Буду ей спаситель, Не потерплю, чтоб развратитель, Огнем и вздохов, и похвал, Молодое сердце искушал, Чтоб черт презренный, ядовитый, Точил лилей стебелек, Чтобы двухутренний цветок Увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, С приятелем стреляюсь я. Когда б он знал, какая рана Моей Татьяны сердце жгла, Когда бы ведала Татьяна, Когда бы знать она могла, Что завтра Ленский и Евгений Заспорят о могильной сене. Ах, может быть, ее любовь Друзей соединила б вновь, Но этой страсти и случайно Еще никто не открывал. Онегин обо всем молчал, Татьяна изнывала тайно. Одна бы няня знать могла, Да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян, То молчалив, то весел вновь. Но тот, кто музою взлелеен, Всегда таков. На хмуре бровь садился он За клавикорды И брал на них одни аккорды. То Кольги взоры устремив, Шептал, неправда ли я счастлив? Но поздно. Время ехать. Сжалось в нем сердце, Полное тоской. Прощаясь с девой молодой, Оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо, Что с вами? Так и на крыльцо. Домой приехав, Пистолеты он осмотрел, Потом вложил опять их в ящик И раздетый при свечке Шиллера открыл. Но мысль одна его объемлет, В нем сердце грустное не дремлет. С неизъяснимой красой Он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, Берет перо. Его стихи, полны любовной чепухи, Звучат и льются. Их читает он вслух В лирическом жару, Как Дельвик пьяный на перу. Стихи на случай сохранились, Я их имею, вот они. Куда, куда вы удалились Весны моей злотые дни? Что день грядущий мне готовит, Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он. Нет нужды, Прав судьбы закон. Поду ли я стрелой пронзенной, Иль мимо пролетит она, Все благо, Где не ей сна, Приходит час определенный. Благословенный день забот, Благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч деницы, И заиграет яркий день, А я, быть может, я, гробницы, Сойду в таинственную сень, И память юного поэта Поглотит медленное лето, Забудет мир меня. Но ты, придешь ли, дева красоты, Слезу пролить над ранней урной И думать, он меня любил, Он мне единый посвятил, Рассвет печальной жизни бурной. Сердечный друг, желанный друг, Приди, приди, я твой супруг. Так он писал, темно и вяло, Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут немало не вижу я, Да что нам в том? И, наконец, перед зарею, Склонясь усталой головою, На модном слове «идеал» Тихонько Ленский задремал, Но только с сонным обаянием Он позабылся, Уж сосед в безмолвный Входит кабинет И будет Ленского воззванием. Пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас. Но ошибался он, Евгений спал в это время мертвым сном, Уже ледеют ночи тени, И встречен веспер петухом, Онегин спит себе глубоко, Уж солнце катится высоко, И перелетная метель Блестит и вьется, Но постель еще Евгений не покинул, Еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он И пол и зависть раздвинул, Глядит и видит, что пора Давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит, Вбегает к нему слуга Француз Гильо, Халат и туфли предлагает И подает ему белье. Спешит Онегин одеваться, Слуге велит приготовляться, С ним вместе ехать И с собой взять также ящик боевой. Готовы санки беговые, Он сел, на мельницу летит, Примчались. Он слуге велит, Лепажа стволы роковые, Нести за ним, А лошадям отъехать в поле К двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал, Меж тем механик Деревенский и Зарецкий Жорнов осуждал. Идет Онегин с извинением. Но где же, Молвил с изумлением Зарецкий, Где ваш секундант? В дуэлях классик и бедант Любил методу он из чувства, И человека растянуть Он позволял не как-нибудь, Но в строгих правилах Искусство По всем преданиям старины, Что похвалить мы в нем должны. Мой секундант, Сказал Евгений, Вот он, мой друг, Мосье Гилье. Я не предвижу возражений На представление мое. Хоть человек он неизвестный, Но уж, конечно, малый, честный. Зарецкий губу закусил. Онегин Гленского спросил. Что ж, начинать? Начнем, пожалуй, Сказал Владимир. И пошли за мельницу, Пока вдали Зарецкий наш и честный малый Вступили в важный договор. Враги стоят, Потупив взор. Враги! Давно ли друг от друга Их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, Трапезу мысли и дела Делили дружно, Ныне злобно, Врагам наследственным подобно, Как в страшном непонятном сне Они друг другу в тишине Готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им пока Не обогрилась их рука, Не разойтиться ли полюбовно? Но дико светская вражда Боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, Гремит ошом полмолоток, В граненный ствол уходят пули, И щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватый На полку сыплется, Зубчатый надежно винченный кремень Взведен еще за ближний пень, Становится гилье смущенной, Плащи бросают два врага. Зарецкий тридцать два шага Отмерил с точностью отменный, Друзей развел покрайний след, И каждый взял свой пистолет. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не цели, Два врага, походкой твердой, Тихо, ровно, четыре перешли шага, Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, Не приставая наступать, Стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, И Ленский жмуря левый глаз Стал так же целить, Но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные, Поэт роняет молча пистолет. На грудь кладет тихонько руку И падает. Туманный взор Изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, На солнце искрами блистая, Спадает глыба снеговая, Мгновенным холодом облит. Онегин к юноше спешит, Глядит, зовет его. Напрасно, его уж нет. Молодой певец Нашел безвременный конец. Дохнула буря, Цвет прекрасный, Увял на утренней заре, Потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал, И странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен, Дымясь из раны, кровь текла. Тому назад одно мгновение, В всем сердце билось вдохновение, Вражда, надежда и любовь. Играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, Все в нем и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, Окна мелом забелены. Хозяйки нет, А где Бог весть, Пропал и след. Приятно дерзкой эпиграммой Взбесить оплошного врага. Приятно зреть, Как он упрямо, Склонив бодливые рога, Невольно в зеркало глядиться И узнавать себя стыдиться. Приятнее, если он, друзья, Завоет сдуру. Это я. Еще приятнее, В молчании ему готовить Честный гроб И тихо целить в бледный лоб На благородном расстоянии. Но отослать его к отцам Едва ли приятно Будет вам. Что ж, Если вашим пистолетом Сражен приятель молодой, Нескромным взглядом Или ответом Или безделице иной, Вас оскорбившей за бутылкой, Или даже сам в досаде пылкой, Вас гордо вызвавшей на бой, Скажите, Вашею душой Какое чувство овладеет, Когда недвижим на земле Пред вами смертью на челе Он постепенно костенеет, Когда он глух и молчалив На ваш отчаянный призыв. В тоске сердечных угрызений, Рукою стиснув пистолет, Глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит, Решил сосед. Убит. Сим страшным восклицанием Сражен. Онегин с содроганием Отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет На сане труп оледенелый, Домой везет он страшный клад, Почую мертвого храпят И бьются кони, Пеной белой стальные мочат у дела И полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль, поэта, Во цвете радостных надежд, Их не свершив еще для света, Чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, Где благородные стремления И чувства и мыслей молодых, Высоких, нежных, удалых, Где бурные любви и желания, И жажда знаний и труда, И страх порока и стыда, И вы заветные мечтания, Вы призрак жизни неземной, Вы сны поэзии святой. Быть может, он для блага мира Иль хоть для славы был рожден, Его умолкнувшая лира, Гремучий непрерывный звон В веках поднять могла. Поэта, быть может, на ступенях света Ждала высокая ступень, Его страдальческая тень, Быть может, унесла собою Святую тайну, И для нас погиб животворящий глаз. И за могильную чертою К ней не дамчится гимн времен, Благословение племен. А может быть и то, Поэта обыкновенно ждал удел, Прошли бы юношества лета, В нем пыл души бы охладел, Во многом он бы изменился, Расстался б с музами, женился, В деревне счастлив и рогат, Носил бы стеганый халат, Узнал бы жизнь на самом деле, Подагруб в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, херел, И, наконец, в своей постели Скончался б посреди детей, Плаксивых баб и лекарей. Но что бы ни было, читатель, Увы, любовник молодой, Поэт, задумчивый мечтатель, Убит приятельской рукой. Есть место влево от селения, Где жил питомец вдохновения, Две сосны корнями срослись, Под ними струйки извелись, Ручья соседственной долины, Там пахарь любит отдыхать, И жниться волны погружать, Приходят звонкие кувшины, Там у ручья в тени густой, Поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать Весенний дождь на злак полей, Пастух, плетя свой пестрый лапоть, Поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, В деревне лето провождая, Когда стремглав верхом, Она несется по полям одна, Коня пред ним остановляет, Ремянный повод натянув, И флер от шляпы отвернув, Глазами беглыми читает Простую надпись, И слеза туманит нежные глаза. И шагом едет в чистом поле, В мечтание погрузясь она, Душа в ней долго поневоле, Судьбою Ленского полна. И мыслит, что-то с Ольгой стало, В ней сердце долго ли страдало, Иль скоро слез прошла пора, И где теперь ее сестра, И где ж беглец людей света, Красавец модных, модный враг, Где этот пасмурный чудак, Убийца юного поэта. Со временем отчет я вам Подробно обо всем отдам. Но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, Хоть возвращусь к нему, конечно, Но мне теперь не до него. Летак суровой прозе клонит, Лета шалунью рифму гонит, И я со вздохом признаюсь, За ней ленивей волочусь. Беру старинной нет охоты Марать летучие листы, Другие хладные мечты, Другие строгие заботы, И в шуме света, И в тиши Тревожат сон моей души. Познал я глаз иных желаний, Познал я новую печаль, Для первых нет мне упований, А старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду наконец увял, Увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле, Без аллергических затей, Весна моих промчалась дней, Что я шутя твердил доселе? И ей ужель возврата нет? Ужель мне скоро тридцать лет? Так полдень мой настал, И нужно мне в том сознаться, Вижу я. Но так и быть, Простимся дружно, О, юность легкая моя! Благодарю за наслажденье, За грусть, За милые мученья, За шум, За буря, За пиры, За все, За все твои дары Благодарю тебя. Тобою среди тревог И в тишине Я насладился И вполне Довольно С ясной душою Пускаюсь ныне В новый путь От жизни прошлой Отдохнуть. Дай оглянусь, Простите ж, сени, Где дни мои текли в глуши, Исполнены страстей и лени, И снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, Волнуй мое воображение, Дремут у сердца оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь И, наконец, окаменеть В мертвящем упоении света В всем омуте, Где с вами я купаюсь, Милые друзья. Гонимы вешними лучами С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потопленные луга. Улыбкой ясную природа Сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, Еще прозрачные леса Как будто пухом зеленеют, Пчела заданью полевой летит Из кельи восковой, Долины сохнут и пестреют, Стада шумят, И соловей уж пел В безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, Весна, весна, пора любви. Какое томное волнение В моей душе, в моей крови, С каким тяжелым умилением Я наслаждаюсь дуновением В лицо мне веющей весны На лоне сельской тишины. И мне чуждо наслаждение, И все, что радует, живит, Все, что ликует и блестит, Наводит скуку и томление На душу мертвую давно. И все ей кажется темно. Или, не радуясь возврату Погибших осенью листов, Мы помним горькую утрату, Внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной Сближаем, думаю, смущенной, Мы у видания наших лет, Которым возрождения нет. Быть может, в мысли нам приходит Средь поэтического сна Иная, старая весна, И в трепет сердце нам приводит Мечтой о дальней стороне, О чудной ночи, о луне. Вот время! Добрые ленивцы, Эпикурейцы, мудрецы, Вы равнодушные счастливцы, Вы школы левшина птенцы, Вы деревенские приамы, И вы, чувствительные дамы, Весна в деревню вас зовет. Пора тепла, цветов, работ, Пора гуляний вдохновенных И соблазнительных ночей В поля, друзья, Скорей, скорей, В каретах тяжко нагруженных, На долгих или на почтовых Тянитесь из застав городских. И вы, читатель благосклонный, В своей коляске выписной Оставьте град неугомонный, Где веселились вы зимой С моей музой своенравной. Пойдемте слушать шум дубравный Над безыменной рекой В деревне, где Евгений мой Отшельник праздный и унылый Еще недавно жил зимой В соседстве Тани молодой Моей мечтательницы милой. Но где его теперь уж нет, Где грустный он оставил след. Меж гор лежащих полукругом Пойдем туда, где ручеек Виясь бежит зеленым лугом К реке сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник Всю ночь поет, Цветет шиповник и слышен Говор ключевой. Там виден камень гробовой В тени двух сосен устарелых. Пришельцу надпись говорит Владимир Ленский здесь лежит, Погибший рано смертью смелых. В такой-то год, таких-то лет Покойся, юноша, поэт. На ветви сосны преклоненной Бывал ранний ветерок Над этой урною смиренной Качал таинственный венок. Бывало, в поздние досуги Сюда ходили две подруги И на могиле при луне Обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый забыт. К нему привычный след заглох, Венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый, Пастух по-прежнему поет И обувь бедную плетет. Мой бедный Ленский, Изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая Своей печали неверна. Другой увлек ее внимание, Другой успел ее страданье Любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить, Улан любим ее душою. И вот уж с ним пред алтарем Она стыдливо под венцом Стоит с поникшей головою, С огнем в потопленных очах, С улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленский, За могилой в пределах Вечности глухой, Смутился ли певец унылый Измены вестью роковой? Или над летой усыпленной Поэт бесчувствием блаженной Уж не смущается ничем, И мир ему закрыт и нем? Так равнодушное забвенье За гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц, Глаз вдруг молкнет Про одно имение Наследников сердитый хор Заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли В семействе Ларинах умолк. Улан своей невольной доли Был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, Старушка с дочерью прощаясь, Казалось, чуть жива была. Но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью Покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо, И все, прощаясь, суетилась, Вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их. И долго, будто сквозь тумана Она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна. Увы, подруга стольких лет, Ее голубка молодая, Ее наперстница родная, Судьбою вдаль занесена, С ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, То смотрит в опустилый сад. Нигде ни в чем ей нет отрад, И облегченья не находит. Она подавленным слезам, И сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком Сильнее страсть ее горит, И об о ней и недалеком Ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть, Она должна в нем ненавидеть Убийцу брата своего. Поэт погиб, Но уж его никто не помнит, Уж другому его невеста отдалась. Поэты память пронеслась, Как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, Еще грустят. На что грустить? Был вечер, Небо меркло, Воды струились тихо, Жук-жужжал. Уж расходились хороводы, Уж за рекой дымясь Пылал огонь рыбачий. В поле чистом, Луны при свете серебристым, В свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла, И вдруг перед собою С холма господский видит дом, Селенье, Рощу под холмом И сад над светлую рекою. Она глядит, И сердце в ней Забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойдуль вперед, Пойдуль назад, Его здесь нет, Меня не знают. Взгляну на дом, На этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, Едва дыша, Кругом обводит Недоуменье полный взор И входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки, На крик испуганной Ея, ребят, дворовая семья, Сбежалась шумно, Не без драки. Мальчишки разогнали псов, Взяв барышню под свой покров. Увидеть барский дом нельзя ли? Спросила Таня. Поскорее к Анисе дети побежали, У ней ключи взять от сеней. А Ниссия тотчас к ней явилась, И дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, Где жил недавно наш герой. Она глядит, Забытый в зале, Кий на бильярде отдыхал, На смятом канапе лежал Манежный хлыстик, Таня дали, Старушка ей. А вот камин, Здесь барин сиживал один, Здесь с ним обедовал зимою Покойный Ленский наш сосед, Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет, Здесь почивал он, Кофе кушал, Приказчика доклады слушал, И книжку поутру читал. И старый барин здесь жевал, Со мной бывало в воскресенье, Здесь под окном, Надев очки, Играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасенье, А косточкам его покой, В могиле в мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным Вокруг себя на все глядит, И все ей кажется бесценным, Все душу томную живит Полумучительной отрадой. И стол с помекшей лампадой, И груда книг, И под окном кровать, Покрытая ковром, И вид в окно сквозь сумрак лунный, И этот бледный полусвет, И лорда Байрона портрет, И столбик с куклою чугунной, Под шляпой с пасмурным челом, С руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, Как очарованно стоит, Но поздно. Ветер встал холодный, Темно в долине, Роще спит над отуманиной рекою, Луна сокрылась за горою, И перегримки молодой Пора, давно пора домой, И Таня, скрыв свое волнение, Не без того, чтобы не вздохнуть, Пускается в обратный путь, Но прежде просит позволения Пустынный замок навещать, Чтоб книжки здесь одной и читать. Татьяна с ключницей простилась За воротами, Через день уж утром рано Вновь явилась она в оставленную сень, И в молчаливом кабинете, Забыв на время все на свете, Осталась, наконец, одна, И долго плакала она. Потом за книги принялась, Сперва ей было не до них, Но показался выбор их Ей странен. Чтенью предалась Татьяна Жадную душой, И ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, Что Евгений издавно Чтенье разлюбил, Однако ж несколько творений Он из опала исключил. Певца Геура и Жуана, Да с ним еще два-три романа, В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно, С его безнравственной душой, Себелюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмерно, С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы Отметку резкую ногтей, Глаза внимательной девицы Устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием Какую мыслью, замечанием Бывал Онегин поражен, В чем молча соглашался он. На их полях она встречает Черты его карандаша. Везде Онегина душа Себя невольно выражает То кратким словом, То крестом, То вопросительным крючком. И начинает понемногу Моя Татьяна понимать Теперь яснее, слава Богу, Того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный Созданий ады или небес, Сей ангел, сей надменный бес, Что ж он? Уже ли подражание, Ничтожный призрак, Ильяще, Москвич в Горольдовом плаще, Чужих причуд истолкований, Слов модных полный лексикон? Уж не пародия ли он? Уже ли загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут, Она забыла, что дома ждут ее давно, Где собрались и два соседа, И где об ней идет беседа. Как быть, Татьяна не дитя? Старушка молвила, кряхтя. Ведь Оленька ее моложе, Пристроить девушку ей-ей пора, А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же, Не иду. И все грустит она, Да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался отказ, Ивану Петушкову тоже, Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танью прельщался, Как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось, Куда? И снова дело в росте. Что ж, матушка, Зачем же стало? В Москву, на ярмарку невест, Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, Доходу мало. Довольно для одной зимы, Не тушь дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила, Совет разумный и благой. Сочлась и тут же положила В Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту, На суд взыскательному свету Представить ясные черты Провинциальной простоты Из опоздалой наряды, Из опоздалой склад речей, Московских франтов и церцей, Привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет лучше и верней В глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, Теперь она в поля спешит И умиленными очами Их озирая говорит. Простите, мирные долины, И вы, знакомые гор вершины, И вы, знакомые леса, Прости, небесная краса, Прости, веселая природа, Меняя милый тихий свет На шум блистательных сует. Теперь то холмик, то ручей Останавливают по неволе Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, Своими рощами, лугами Еще беседовать спешит. Но лето быстро и летит. Настала осень золотая, Природа трепетна, бледна, Как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, Дохнул, завыл, И вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, Клоками повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами Среди полей, вокруг холмов, Брега с недвижной рекою Сравняла пухлой пеленою, Блеснул мороз, И рады мы проказом матушки зимы. Не рады ей лишь сердца Тани, Не идет она зиму встречать, Морозной пылью подышать, И первым снегом с кровли бани Умыть лицо, плеча и грудь. Дать я не страшен зимний путь. Отъезды день давно просрочен, Проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обид, упрочен, Забвенью брошенный вазок. А босс обычный, Три кибитки везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки, Варенье в банках, тюфяки, Перины, клетки с петухами, Горшки, тазы, эцетера, Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами Поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор осьмнадцать кляч. В вазок боярские их впрягают, Готовят завтрак повара, Горой кибитки нагружают, Бронятся бабы, кучера, На кляче тощей косматой Сидит форейтер бородатый, Сбежал из челечи у ворот Прощаться с барами. И вот уселись, и вазок почтенный Скользя ползет за ворота. Простите мирные места, Прости приют уединенный, Увижу ль вас. И слез ручей У Тани льется Из очей. Когда благому просвещению Отдвинем более границ, Со временем, По расчислению философических таблиц Лет через пятьсот, Дороги, верно, У нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, Соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды Шагнут широкую дугой, Раздвинем горы, Под водой пророем Дерзостные своды. И заведет крещенный мир На каждой станции Трактир. Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют, На станциях клопы да блохи Заснуть минуты не дают. Трактиров нет, В избе холодной, Высокопарной, Но голодной Для виду Прискурант висит, И тщетный дразнит аппетит, Меж тем, Как сельские циклопы Перед медлительным огнем Российским лечат молотком Изделий легкой Европы, Благословляя колеи И рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной Езда приятна и легка, Как стих без мысли В песне модной Дорога зимняя глотка, Автомидоны наши бойки, Неутомимы наши тройки, И версты теша праздный взор В глазах мелькают, Как забор. К несчастью, Ларина тащилась, Боясь прогонов дорогих Не на почтовых, На своих, И наша дева Насладилась Дорожной скукою вполне. Семь суток Ехали они. Но вот уж близко, Перед ними Уж белокаменной Москвы, Как жар крестами золотыми Горят старинные главы. Ах, братцы, Как я был доволен, Когда церквей колоколен, Садов, чертогов, полукруг Открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке В моей блуждающей судьбе Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он Недавнею гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем Упоенной Москвы, Коленопреклоненной С ключами старого Кремля. Нет, Не пошла Москва моя К нему С повинной головою. Ни праздник, Ни приемный дар Она готовила пожар Нетерпеливому герою. Отсели, В думу погружен, Глядел на грозный пламень Он. Прощай, Свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, Не стой, Пошел! Уже столпы заставы Белеют, Вот уж по Тверской Возок несется Через ухабы, Мелькают мимо Будки, Бабы, Мальчишки, Лавки, Фонари, Дворцы, Сады, Монастыри, Бухарцы, Сани, Огороды, Купцы, Лачушки, Мужики, Бульвары, Башни, Казаки, Аптеки, Магазины моды, Балконы, Львы на воротах И стоит галок на крестах. Всей утомительной прогулки Проходит час-другой. И вот у Харитонии в переулке Возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, Четвертый год больной в чахотке, Они приехали теперь. Им Настя шатворяет дверь В очках в изорванном кафтане С чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостинный крик Княжны, Простертые на диване, Старушки с плачем обнялись И восклицания полились. Княжна Монанжи, Пашет, Алина, Кто б мог подумать, Как давно, Надолго ли, Милая, Кузина, Садись, Как это мудрено, Ей-богу, Сцена из романа. А это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, Подойди ко мне, Как будто брежу я во сне. Кузина, Помнишь Грандисона? Как? Грандисон? А, Грандисон. Да, помню, помню. Где же он? В Москве живет у Симеона. Меня сочельник навестил. Недавно сына он женил. А тот, Ну, после все расскажем. Не правда ли? Все ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи мне. Едва-едва таскаю ноги. Но вы замучены с дороги. Пойдемте вместе отдохнуть. Ох, Силы нет. Устала грудь. Мне тяжела теперь и радость. Не только грусть. Душа моя Незвон колоколов, Притеча утренних трудов. Ее с постели подымает. Садится Таня у окна, Редеет сумрак, Но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, Конюшня, Кухня и забор. И вот по родственным обедам Развозят Таню каждый день Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень. Родне прибывшие издалечия Повсюду ласковые встречи, И восклицания, И хлеб-соль. Как Таня выросла, Давно ли я, кажется, Тебя крестила, А я так на руки брала, А я так за уши драла, А я так пряником кормила. И хором бабушки твердят, Как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены, Все в них на старый образец, У тетушки княжны Елены Все тот же тюлевый чепец, Все белится Лукерья Львовна, Все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп, У Пелагея Николаевны Все тот же друг Мосьефин муж, И тот же шпиц, и тот же муж, А он все клуба член исправный, Все так же смирен, так же глух, И так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, Младые градцы и Москвы Сначала молча озирают Татьяну с ног до головы, Ее находят что-то странное, Провинциальное и жеманное, И что-то бледное и худое, А впрочем, очень недурное, Потом, покорствуя природе, Дружаться с ней к себе ведут, Целуют, нежно руки жмут, Взбивают кудри ей по моде И поверяют нараспев Сердечной тайны, тайны дев. Чужие и свои победы, Надежды, шалости, мечты Текут невинные беседы С прекрасной легкой клеветы, Потом в отплату лепетания Ее сердечного признания Умильно требуют они. Но Таня точно как во сне Их речи слышит без участия, Не понимает ничего, И тайну сердца своего Заветный клад из слез и счастья Хранит безмолвно между тем, И им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает В беседы, в общий разговор, Но всех в гостиной занимает Такой бессвязный, пошлый вздор. Все в них так бледно, равнодушно, Они клевещут даже скучно, В бесплодной сухости речей, Расспросов, сплетен и вестей, Не вспыхнет мысли в целые сутки, Хоть не взначай, хоть наобум, Не улыбнется томный ум, Не дрогнет сердце хоть для шутки, И даже глупости смешной В тебе не встретишь, свет пустой. Архивные юноши толпою На Таню чопорно глядят И про нее между собою Неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный Ее находит идеальной, И, прислонившись у дверей, Элегию готовит ей. У скучной тетки Таню встретя К ней как-то Вяземский подсел, И душу ей занять успел, И, близ него ее заметя, Об ней поправив свой парик, Осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, Протяжной раздается вой, Где машет мантии мишурной, Она предхладную толпой, Где талия тихонько дремлет, И плеском дружеским не внемлет, Где терпсихорий лишь одной, Девица-зритель молодой, Что было также в прежней леты, Во время ваше и мое, Не обратились на нее Ни дам ревнивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков Из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание, Там теснота, волнение, жар, Музыки, грохот, свеч, блистанье, Мельканье, вихрь быстрых пар, Красавец, легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, Невест, обширный полукруг, Все чувства поражает вдруг. Здесь кажут франты записные Своё нахальство, Свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные Спешат явиться, прогреметь, Блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звёзд прелестных, Красавец много на Москве, Но ярче всех подруг небесных Луна в воздушной синеве, Но та, которую не смею Древожить лирою моею. Как величавая луна Средь жен и дев блестит одна, С какой гордостью небесной Земли касается она, Как негой грудь ее полна, Как томен взор ее чудесный, Но полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, Голоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, Незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит, Волнение света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, В деревню, к бедным поселянам, В уединенный уголок, Где льется светлый ручеек, К своим цветам, к своим романам И в сумрак липовых аллей, Туда, где он являлся ей. Так мысль ее долечь и бродит, Забытый свет и шумный бал, А глаз меж тем с ее не сводит Какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули И локтем Таню в раз столкнули, И каждая шепнула ей. Взгляни налево, поскорее. Налево? Где? Что там такое? Ну, чтобы мимо. Гляди, в той кучке, видишь, впереди. Там, где еще в мундирах двое. Вот, отошел. Вот, боком встал. Кто? Толстый этот генерал? Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою И в сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля молодого И множество его причу. Благослови мой долгий труд, О, ты эпическая муза, И верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне в косе в крив. Довольно, с плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь, Хоть поздно, а вступление есть. В те дни, когда в садах лицея Я безмятежно расцветал, Читал охотно о пулея, А цицерона не читал, В те дни в таинственных долинах, Весной при кликах лебединых, Близь вод сиявших в тишине, Являться муза стала мне. Моя студенческая келья Вдруг озарилась, Муза в ней Открыла пир младых затей, Воспела детские веселья И славу нашей старины, И сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, Успех нас первый окрылил, Старик Державин нас заметил, И в гроб сходя благословил. И я в закон себе вменяя Страстей единый произвол, Столпою чувства разделяя, Я музу резвую привел На шум пиров и буйных споров, Грозы полуночных дозоров, И к ним в безумные пиры Она несла свои дары, И как вакханочка резвилась, За чашей пела для гостей, И молодежь минувших дней За нею буйно волочилась, А я гордился между друзей Подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза И вдаль бежал, она за мной, Как часто ласковая муза Мне услаждала путь немой Волшебством тайного рассказа, Как часто по скалам Кавказа Она ленорой при луне Со мной скакала на коне, Как часто по брегам Тавриды Она меня во мгле ночной Водила слушать шум морской, Немолчный шепот нереиды, Глубокий вечный хор валов, Хвалебный гимн отцу миров. И позабыв столицы дальней И блески шумной пиры, В глуши Молдавии печальной Она смиренные шатры Племен бродящих посещала И между ними одичала, И позабыла речь богов Для скудных странных языков, Для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом, И вот она в саду моем Явилась барышней уездной С печальной, думаю, в очах, С французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые На светский раут привожу, На прелести ее степны С ревнивой робостью гляжу, Сквозь тесный ряд аристократов, Военных франтов, дипломатов И гордых дам Она скользит, Вот села тихо и глядит, Любуюсь шумной теснотою, Мельканием платьев и речей, Явлением медленным гостей, Перед хозяйкой молодою И темной рамой мужчин Вкруг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный Олигархических бесед И холод гордости спокойный, И эта смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранный, Стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим, Мелькают лица перед ним, Как ряд докучных привидений. Что, сплин или страждущая спесь В его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Уже ли Евгений? Уже ли он? Так точно он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он или усмирился? Или корчит так же чутака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, Патриотом, Гарольдом, Квакером, Ханжой? Или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый, малый, Как вы да я, Как целый свет? По крайней мере, мой совет Отстать от моды обветшалый. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно Хлопочим судим обо всем? Что пылких душ неосторожность, Самолюбивую ничтожность Или оскорбляет, или смешит? Что ум, любя простор, теснит? Что слишком часто разговоры Принять мы рады за дела? Что глупость ветрена и зла? Что важным людям важны вздоры? И что посредственность одна Нам по плечу и не странна? Блажен, кто с молоду был молод, Блажен, кто вовремя сосрел, Кто постепенно жизни холод С летами вытерпеть умел, Кто странным снам не предавался, Кто черней светской не чуждался, Кто в двадцать лет был франт и льхват, А в тридцать выгодно женат, Кто в пятьдесят освободился От частных и других долгов, Кто славы, денег и чинов Спокойно в очередь добился, О ком твердили целый век Энэн — прекрасный человек. Но грустно думать, Что напрасно была нам молодость дана, Что изменяли ей все частно, Что обманула нас она, Что наши лучшие желания, Что наши свежие мечтания Истлели быстрой чередой, Как листья осенью гнилой. Не сносно видеть пред собою Одних обеда в длинный ряд, Глядеть на жизнь, как на обряд, И вслед за чинную толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, Несносно, согласитесь в том, Между людей благоразумных Прослыть притворным чудаком Или печальным сумасбродом, Или сатаническим уродом, Или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь и им, Убив на поединке друга, Дожив без цели, без трудов До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, Лесов и не в уединении, Где окровавленная тень Ему являлась каждый день, И начал странствие, без цели, Доступный чувству одному. И путешествия ему, Как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, Как чацкий с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, По зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива, Ни холодна, неговорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верной снимок Дю Камильфо. Шишков, прости, Не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, Старушки улыбались ей, Мужчины кланялись и ниже, Ловили взоры ее очей. Девицы проходили тише, Пред ней позали и всех выше, И нос, и плечи подымал, Вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, Но с головы до ног Никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется Волгару. Не могу. Люблю я очень это слово, Но не могу перевести. Оно у нас пока местного, И вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила Она сидела у стола С блестящей Ниной воронскую, Сейклеопатру и невы, И верно б согласились вы, Что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла, Хоть ослепительно была. Уже ли, Думает Евгений, Уже ли она? Ну точно. Нет. Как? Из глуши степных селений. И не отвязчивый лорнет, Он обращает поминутно На тучий вид, Напомнил смутно Ему забытые черты. Скажи мне, князь, Не знаешь ты, Кто там в Малиновом берете С послом испанским, говорит? Князь на Негина глядит. А, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около двух лет. На ком? На Лариной. Татьяне. Ты знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит К своей жене Князь подходит. Князь подходит. Князь подходит. Которой он наедине В начале нашего романа В глухой и далекой стране В благом полу норовоученья Читал когда-то наставление. Та, от которой он хранит письмо, Где сердце говорит, Где все наружи, Все на воле. Та девочка. Или это сон? Та девочка, Которой он Пренебрегал в смиренной доле, Уже ли с ним сейчас была Так равнодушна, Так смела? Он оставляет раут тесный, Домой задумчив едет он. Мечтой то грустной, То прелестной Его встревожен поздний сон. Проснулся он, Ему приносят письмо. Князь Энн покорно просит Его на вечер. Боже, к ней. А, буду, буду. И скорее марает он Ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине Души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Или вновь Забота юности? Любовь? Онегин вновь часы считает, Вновь не дождется дню конца, Но десять бьет. Он выезжает. Он полетел. Он у крыльца. Он с трепетом к княгине входит. Татьяну он одну находит. И вместе несколько минут Они сидят. Слова не идут. Из-за уст Онегина. Угрюмый, неловкий. Он едва-едва И отвечает. Голова его полна Упрямой думой. Упрямо смотрит он. Она сидит покойно И вольна. Приходит муж. Он прерывает Сей неприятный Тет-а-тет. С Онегином он вспоминает Проказы, шутки прежних лет. Они смеются, Входят в гости. Вот крупной солью Светской злости Стал оживляться разговор. Перед хозяйкой Лёгкий вздор Сверхал без глупого Жеманства И прервал его меж тем Разумный толк Без пошлых тем, Без вечных истин, Без педанства И не пугал Ничьих ушей Свободной Живостью своей. Тут был, однако, Цвет столицы И знать, И моды образцы. Везде встречаемые лица, Необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые В чипцах и в розах С виду злые. Тут было несколько девиц, Не улыбающихся лиц. Тут был посланник, Говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сединах Старик, По-старому шутивший, Отменно, тонко и умно, Что нынче Несколько смешно. Тут был на эпиграмы Паткий, На все сердитый господин, На чай хозяйский Слишком сладкий, На плоскость дам, На тон мужчин, На толки про роман туманный, На вензель Двум сестрицам данный, На лож журналов, На войну, На снег И на свою жену. Тут был Проласов, Заслуживший известность Низостью души, Во всех альбомах Притупившийся анпри Твои карандаши. В дверях другой Диктатор бальный Стоял картинку и журнальный, Румян, как вербный херувим, Затянут нем и недвижим. И путешественник залетный, Перекрахмаленный нахал, В гостях улыбку возбуждал Своей осанкой заботной. И молча обмененный взор, Ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый, Татьяной занят был одной, Ни этой девочкой несмелой, Влюбленной, бедной и простой, Но равнодушную княгиней, Но неприступную богиней, Роскошной царственной не вы. О, люди, все похожи вы На прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет, Вас непрестанно змей зовет К себе, к таинственному древу, Запретный плод вам подавай, А без того вам рай не рай. Как изменилась и Татьяна, Как твердо в роль свою вошла, Как утеснительного сана Приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, Всей величавой, всей небрежной Законодательницы зал? И он ей сердце волновал. Обнем она во мраке ночи, Пока морфей не прилетит, Бывало девственно грустит, К луне подъемлет томные очи, Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренной жизни путь. Любви все возрасты покорны, Но юным девственным сердцам Ее порывы благотворны, Как бури вешние полям. В дождь страстей они свежеют И обновляются, и зреют, И жизнь могущая дает И пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный На повороте наших лет Печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной В болото обращают лук И обнажают лес вокруг. Сомнений нет. Увы, Евгений в Татьяну Как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений И день и ночь проводит он. Умани в немле строгим пенем К ее крыльцу стеклянным сенем Он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет Буа пушистый на плечо Или коснется горячо ее руки, Или раздвинет пред нею Пестрый полк ливрей, Или платок подымет ей. Она его не замечает. Как он, не бейся, хоть умри! Свободно дома принимает, В гостях с ним молвит слово три, Порой одним поклоном встретит, Порой и вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, Его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, Ей или не видно, или не жаль, Онегин сохнет и едва-ль Уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, Те хором шлют его к водам. А он не едет. Он заранее писать Ко прадедам готов От скорой встречи. А Татьяне и дела нет. Их пол таков. А он упрям отстать не хочет, Еще надеется, хлопочет. Смелей здорового, Больной княгине слабой рукой, Он пишет страстное послание. Хоть толку мало вообще, Он в письмах видел не вообще, Но знать сердечное страдание Уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его. Точь в точь. Предвижу все. Вас оскорбит Печальный тайный объяснение. Какое горькое презрение Ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью Открою душу вам свою? Какому злобному веселью Быть может повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, В вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел. Привычки милый не дал ходу. Свою постылую свободу Я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, Тогда я сердце оторвал. Чужой для всех Ничем не связан, Я думал, Вольность и покой Замена счастью. Боже мой, Как я ошибся. Как наказан. Нет, Поминутно видеть вас, Повсюду следовать за вами. Улыбку уст, Движение глаз, Ловить влюбленными глазами, Внимать вам долго, Понимать душой Все ваше совершенство, Пред вами в муках Замирать, Бледнеть И каснуть. Вот Блаженство. И я Лишен того. Для вас Тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, Мне дорог час, А я В напрасной скуке Трачу Судьбой Отсчитанные дни. И так уж Тягостны они. Я знаю, Век уж мой Измерен, Но чтоб Продлилась Жизнь моя, Я Утром Должен быть Уверен, Что с вами днем Увижусь я. Боюсь, В мольбе моей смиренной Увидит ваш суровый взор Затеи хитрости Призренной, И слышу гневный ваш укор, Когда б вы знали, Как ужасно Томиться Жаждаю любви, Пылать И разумом Всечасно Смирять Волнение В крови, Желать Обнять У вас Колень И, Зарыдав У ваших Ног Излить Мольбы Признание Пенив Все, Все, Что выразить Бо мог, А между тем Притворным Хладом Вооружать И речь, И взор, Вести Спокойный Разговор, Глядеть На вас Веселым Взглядом, Но Так и быть, Я сам Себе Противиться Не в силах Боли, Все решено Я в вашей воле И предаюсь Моей Судьбе Ответа нет Он вновь В послании Второму Третьему Письму Ответа нет В одно Собрание Он едет Лишь вошел Ему Она Навстречу Как сурово Его не видят С ним Ни слова Ух, Как теперь Окружена Крещенским Холодом Она Как удержать Негодование Уста Упрямые Хотят Впери Лонегин Зоркий Взгляд Где, Где смятение Сострадание Где пятна Слез Их нет Их нет На сём Когда Когда жестокая Хондра Где нынче Где нынче Сердечной Что видит Нестолковый Ученик Ученик Как походил Он на поэта Когда в углу Сидел один И перед ним Пылал камин И он Мурлыкал Бенедетто Иль идол мио И ронял В огонь То туфлю То журнал Дни мчались В воздухе Нагретым Уж разрешалась И зима И он Не сделался Поэтом Не умер Не сошёл С ума Весна Живит его Впервые Свои покои Заперты Где зимовал Он Как сурок Двойные окна Камелёк Он ясным Утром Оставляет Несётся Вдоль Невы В санях На синих Иссечённых Льдах Играет Солнце Грязно Тает На улицах Разрытый Снег Куда По нём Свой быстрый Бег Стремит Онегин Вы заранее Уж угадали Точно так Примчался К ней Своей Татьяне Мой Неисправленный Чудак Идёт На мертвеца Похожий Нет ни одной Души В прихожей Он в зал Дальше Никого Дверь Отворил Он Что ж Его с такой Силой Поражает Княгиня Перед ним Одна Сидит Неубранно Бледна Письмо Какое-то Читает И тихо Слёзы Льёт Векой Опершись На руку Щекой Ох Кто б немых Её страданий Всей быстрый Миг Не прочитал Кто Прежней Тани Бедной Тани Теперь В княгине Б не узнал В тоске Безумных Сожалений К её Ногам Упал Евгений Она Вздрогнула И молчит И на Онегина Глядит Без удивления Без гнева Его больной Угасший Взор Малящий Вид Немой Укор Ей Внятно Всё Простая Дева С мечтами Сердцем Прежних Дней Теперь Опять Воскресла В ней Она Его Не подымает И Не сводя С него Очей От жадных Уст Не отымает Бесчувственной Руки Своей О чём Теперь Её Мечтанье Проходит Долгое Молчанье И тихо Наконец Она Довольно Встаньте Я должна Вам Объясниться Откровенно Онегин Помните Ль тот час Когда в саду В аллее Нас Судьба Свела И так Смиренно Урок ваш Выслушала Я Сегодня Очередь Моя Онегин Я Тогда Моложе Я Лучше Кажется Была И я Любила Вас И что Ж Что В сердце Вашем Я Нашла Какой Ответ Одну Суровость Не Правда Ль Вам Была Не новость Смиренной Девочке Любовь И нынче Боже Стынет Кровь Как только Вспомни Взгляд Холодный И эту проповедь Но Вас Я Не виню В тот Страшный Час Вы Поступили Благородно Вы Были Правы Предо Мной Я Благодарна Всей Душой Тогда Не правда Ли В пустыне Вдали От суетной Молвы Я Вам Не нравилась Что Ж Ныне Меня Преследуете Вы Зачем У вас Я На Примете Не Потому Ль Что Вышим Свете Теперь Являться Я должна Что Я Богат И Знат На Что Муж В сражениях Изувечен Что Нас Зато Ласкает Двор Не Потому Ль Что Мой Позор Теперь Бо всеми Был Замечен И Мог Б В Обществе Принесть Вам Соблазнительную Честь Я Плачу Если Вашей Тане Вы Не Забыли До сих Пор То Знаете Колкость Вашей Брани Холодный Строгий Разговор Когда Б В Моей Лишь Было Власти Я Предпочла Обидной Страсти И Этим Письмам И Слезам К Моим Младенческим Мечтам Тогда Имели Вы Хоть Жалость Хоть Уважение К Летам А Нынче Что К Моим Ногам Вас Привело Какая Малость Как С Вашим Сердцем И Умом Быть Чувство Мелкого Рабом А Мне Онегин Пышность Эта По Стылой Жизни Мишура Мои Успехи Вихри Света Мой Модный Дом И Вечера Что В них Сейчас Отдать Я Рада Всю Эту Ветошь Маскарада Весь Этот Блеск И Шум И Чад За Полку Кник За Дикий Сад За Наше Бедное Жилище За Те Места Где В Первый Раз Онегин Видела Я Вас Да За Смиренное Кладбище Где Нынче Крест И Тень Ветвей Над Бедной Нянею Моей А Счастье Было Так Возможно Так Близко Но Судьба Моя Уж Решена Неосторожно Быть может Поступила Я Меня Слезами Заклинаний Молила Мать Для Бедной Тани Все Были Жребия Равны Я Вышла Замуж Вы Должны Я Вас Прошу Меня Оставить Я Знаю Вашем Сердце Есть И Гордость И Прямая Честь Я Вас Люблю К Чему Лукавить Но Я Другому Отдана Я Буду Век Ему Верна Она Ушла Стоит Евгений Как будто Громом Поражен В какую Бурю Ощущений Теперь он Сердцем Погружен Но Шпор Незапный Звон Раздался И Муж Татьянин Показался И Здесь Героя Моего В минуту Злую Для него Читатель Мы Теперь Оставим Надолго Навсегда За ним Довольно Мы путем Одним Бродили По свету Поздравим Друг друга С берегом Ура Давно Не правда ли Пора Кто б ни был Ты О мой читатель Друг Недруг Я хочу С тобой Расстаться Нынче Как приятель Прости Чего бы Ты за мной Здесь не искал В строфах небрежных Воспоминаний Или мятежных Отдохновений Или от трудов Живых картин Или острых слов Или грамматических Ошибок Дай Бог Чтоб в этой книжке Ты Для развлечений Для мечты Для сердца Для журнальных Шибок Хотя Крупицу Мог найти За сим Расстанемся Прости Простишь И ты Мой спутник Странный И ты Мой верный Идеал И ты Живой И постоянный Хоть малый Труд Я с вами Знал Все Что завидно Для поэта Забвение Жизни В бурях Света Беседу Сладкую друзей Промчалась Много-много Дней С тех пор Как юная Татьяна И с ней Онегин В смутном сне Явились И впервые мне И даль Свободного романа Я сквозь Магический Кристалл Еще неясно Развлечал Но тех Ее романа И вдруг Умел Расстаться С ними Как я С Аней Моим Субтитры